Другие сказали бы, то это подавляющая демонов пагода не стоит многого. Сверкающий свет струился и вращался, выходя из кристально чистой подавляющей демонов пагоды, помещенной прямо перед девушками. Увидев это, все вздохнули с восхищением. Особенно, когда Юи Ян достал белого нефритового жука и таинственную жемчужину темного золотого призрака. Свет подавляющей демонов пагоды усилился, однако свет не был ослепительным, он был мягким и прекрасным. Этот свет был похож на ореол и был исключительно мягким. Юи Ян заметил, что таинственная жемчужина на пагоде подавила мягкий белый свет и странную волну мыслей. Волна мыслей сразу же утихла, но Юи Ян резко схватил ее в своей голове. Эта волна мыслей могла бы представлять собой страх или какие-то другие мысли. Однако Юи Ян смог определить это за долю секунды, что темный золотой призрак определенно еще не умер по-настоящему. Возможно, его сознание уже исчезло, но инстинкт выживания все еще оставался. Он считал, что может возродиться снова, когда у него будет достаточно энергии. Это было похоже на смерть некоторых зверей, когда владелец мог пойти в храм призыва Тун Тянь башни и оживить зверя. Этот темный золотой призрак также должен был ждать возможности возродиться еще раз. Почему же остатки сознания ядра огненного лорда и кристалл демонического дракона боялись таинственной жемчужины? Причина была предельно проста, потому что темный золотой призрак внутри таинственной жемчужины еще не умер по-настоящему. Это было чрезвычайно опасное существо, которое испугало ядро огненного лорда и кристалл демонического дракона. Подожди, когда у меня будет время, и я медленно усовершенствую тебя. После чего я бы установил тебя на магический клинок Хуэйцзинь. Давай посмотрим, будет ли клинок от этого обновляться или нет. Юэйян бросил таинственную жемчужину внутри небольшого пространства в пагоде. Имея помощь пагоды, Юэйян теперь чувствовал, что, если он нападет на божественный дворец императора тюрьмы, возможно, он получит огромную прибыль. Юэйян считал, что воины небесной области в божественном дворце императора тюрьмы были похожи на темного золотого призрака. Они действительно не умерли, а просто оставили после себя таинственный предмет вроде такой жемчужины. Теперь, когда у него есть подавляющая демонов пагода, он не боялся подобных вещей. Он мог просто подбирать и складировать их, и медленно изучать позже. Еще одна мысль мелькнула в голове Юэйяна. Мог ли божественный дворец императора тюрьмы фактически быть расширенной подавляющей демонов пагодой? Может быть, это сокровище, которое император тюрьмы использовал для запечатывания своих врагов? Конечно, просто думать об этом было бесполезно. Юэйян решил, что прежде, чем он нападет на божественный дворец императора тюрьмы, было бы лучше сначала отправиться во дворец марионетки и посмотреть, какие сокровища оставил призрачный гений Юэгун с каждым дополнительным сокровищем, которое у него появлялась. Уверенность в успешном завоевании божественного дворца увеличилась вдвое. Глава 325. Дворец марионетки – три скрытых сокровища. Какое сокровище он найдет во дворце марионетки? Всем было очень любопытно. Однако это была тайна Юэклана. Сюся, принцесса Цань-Цань, хозяйка города Лохуа, сдерживали любопытство и ждали, когда Юэйян вернется в мир гримуар. Юэйю и Юэйбин тоже остались. Юэйбин сильнее остальных хотела уйти, но она знала, что она просто станет обузой для своего брата, если останется рядом с ним. Без нее ему было бы легче. Тот день, когда они пообещали старой черепахе напасть на божественный дворец императора тюрьмы, скоро настанет, но ни принцесса Цань-Цань, ни хозяйка города Лохуа еще не стали врожденными. Юэйбин не осмеливалась тормозить своего брата. Что касается мысли девочек о том, чтобы остаться, Юэйян не стал их комментировать. Ему действительно было легче идти одному, без Юэйбин и других, но одному было немного скучно. Сюся и другие могли теперь входить и выходить в текущий мир гримуара самостоятельно. Это было гораздо удобнее, чем сражаться в одиночку. С помощью свитка телепортации, который дал ему старейшина Юэхай, Юэйян телепортировался в таинственный дворец марионетки. Когда телепортация была завершена и Юэйян приземлился, он понял, что он прибыл в крайне темное место, где он не мог увидеть даже свои пять пальцев. Если бы на его месте был другой человек, он определенно остался бы слепым котенком. Тем не менее, для Юэйяна, обладающего силой ночного видения, проблемы с темнотой не возникло. Юэйян вызвал квинтет золотых кукольных мышей и приказал им найти путь. Хотя Юэйян понял около 80-90% ловушек на пути к дворцу марионетки, он все еще ничего не знал о местонахождении секретного внутреннего зала, так что Юэйян предоставил работу по прокладыванию пути мышкам. Он хотел найти сокровища, что могли быть на этом пути. Дворец марионетки был построен под землей. Он был немного похож на древний проход, дорога к нему была чрезвычайно широка. Просто эта дорога была построена не людьми и больше походила пещеру. Гений Юэгун расположил дворец марионетки именно так. Поскольку у него уже была карта маршрута, чтобы двигаться вперед, Юэйян нарочно шел по различным небольшим коридорам, которые были похожи на лабиринт, избегая любых ловушек и механизмов. Спустя час, и он, наконец, подошел к большой двери, ко входу во дворец марионетки. Большая дверь была построена из металла. Она была 10 метров в высоту и 5 метров в ширину. Перед дверью стояла голова монстра, похожая на украшение. Это был также один из механизмов защиты дверей дворца марионетки. Без ключа, если кто-то невнимательно дотронулся бы до этой двери, голова монстра выплескивала пламя. Дверь также выпустит ядовитые стрелы, убивая злоумышленника на месте. Если у злоумышленника был зверь-марионетка, глаза монстра и небесные руны потеря контроля поглощения, погибели другие объединятся, чтобы сформировать рунический круг, что помешал бы злоумышленнику и зверю убежать. Когда Юэйян увидел все это, он не мог не вздохнуть от восхищения дизайном гения Юэгуна. Этот парень неудивительно, что он был единственным призрачным гением. Он был просто слишком классным. Юэйян никогда не думал, что он сможет разработать ловушку для зверей-марионеток с небесными рунами. Юэгун был определенно больше, чем кто-то, кто был экспертом в рунах и зверях-марионетках. Из расположения этих рунических кругов выходило, что Юэгун был, по крайней мере, мастером в знании небесных рун. Юэйян знал довольно много о небесных рунах, но, глядя на расположение, которое Юэгун использовал, Юэйян действительно никогда не подумал бы, что их можно использовать таким образом. Можно сказать, что такого рода опыт дал Юэйяну новые просветления, немедленно расширив его знания. У Юэйяна не было особых пристрастий, но он был увлечен изучением новых навыков других, чтобы улучшить себя. Юэйян глубоко запечатлел в своем сердце рунический круг, что останавливал марионеток. Он считал, что такая схема будет полезна в будущем. Юэйян, к его счастливому удивлению, уже получил рунический противомарионеточный круг, просто добравшись ко входу во дворец марионетки. «Что меня ждет внутри?» Взволнованно спросил он сам себя. Юэйян не мог ждать, он действительно хотел пойти внутрь и посмотреть, что там. Он достал ключ в виде рунического кристалла и осторожно положил его в отверстие в голове монстра. Рунический кристалл и дыра в голове монстра объединились и выпустили звук щелчка. Механизм запустился. Когда Юэйян направил туда немного врожденной Ци, весь кристалл внезапно засиял. Мягкое сияние окутало все вокруг. Энергия рунического кристалла пролилась, вызывая передачу внутри статуи монстра. Глаза монстра переместились и мгновенно засияли ярко-зеленым. Дверь издала звук, как будто внутри механизма задвигался механизм. Все происходило очень плавно, но если внимательно прислушаться, можно было почувствовать тонкий, но насыщенный звук. Юэйян протянул руку и почувствовал изменения в двери от его врожденной Ци. Он понял, что, если бы голова монстра обнаружила, что ключ был поддельным, зеленый свет не загорелся бы. Вместо этого загорелся бы красный цвет, который был цветом смерти. Тогда извергнется нападение, которое было бы похоже на дыхание дракона и уничтожает все вокруг. После этой атаки злоумышленники определенно встретили бы свой жалкий конец. Однако, с реальным ключом, огромная дверь медленно открывалась беззвучно, втягиваясь обратно в пещеру. Эта металлическая дверь была толщины в метр. В проеме двери на небольших расстояниях были пустые места, которые были связаны с различными механизмами под землей. Юэйян заметил, что ловушки под землей были соединены. Все выглядело еще круче, чем в тех фильмах, которые он смотрел в своем предыдущем мире. Юэйян не мог не восхищаться Юэгуним. Он чувствовал, что сделать такую большую металлическую дверь было несложной задачей, труднее всего было установить датчики на двери. Машины – неживые существа, как бы ни была точна машина, она никогда не сможет сравниться с мозгом человека, она также не была гибкой. Юэйян был действительно поражен тем, как призрачный гений смог создать огромную металлическую дверь, которая была столь чувствительной и эффективной после сотни лет. Он считал, что даже если пройдут сотни лет, эта дверь все равно будет работать нормально. Это помогало понять, насколько велики были способности призрачного гения. Юэйян вошел во дворец марионетки. Пройдя долгий путь, он внезапно обнаружил крутой обрыв. Юэйян не могла видеть дно обрыва. Прохода ниже не было, вместо этого, каждые 100 метров, была бы специальная плавучая платформа, сделанная из магических магнитов, которые перемещались. Этот тип плавучих платформ назывался плавучим мостом. Врожденные, которые входили сюда, должны были бы наступать на след магических магнитов в особой последовательности. Юэйян должен пройти магические магниты, и только тогда дверь во внутренний дворец будет медленно открыта. Если кто-то проложит себе путь по-другому и перелетит с помощью летающего зверя, захватчик будет бомбардирован бесконечными ловушками и механизмами, как только он приземлится. Юэйян расслабленно ступил на каменную поверхность магического магнита. Каждый раз, когда он наступал на него, каменная поверхность магического магнита сияла, показывая, что он прошел проверку как новый владелец дворца, и ему будет разрешено продолжать продвижение. После того, как Юэйян закончил прыгать через магические магниты, еще одна большая дверь из металла открылась автоматически. Внутри был длинный коридор. Кристаллические камни, которые выпускали свет, освещали коридор в течение сотен лет. Под мягким сиянием света было два ряда механических зверей от низших рангов до высших, от низкоуровневых до высокоуровневых, что вытянулись у стены по порядку. Те, что были впереди, были нормального ранга 1го уровня, железными монстрами 2го уровня с нормальным рангом. После этого появились каменные гоблины и каменный великан. За ними стояли бронзовый военный волк и серебряные военные леопарды, военные тигры и орлы. Были ряды и ряды ослепительной очереди, в которых были всевозможные военные звери, которых Юэйян когда-либо видел прежде. Пройдя 2 километра вперед, количество монстров океана, земли и воздуха постепенно уменьшалось, в то время как количество гуманоидных монстров и зверей-марионеток увеличивалось. Точно так же они были организованы по их рангам и уровням, от низкого до высокого. Гуманоидная каменная кукла, железнокожий человек, рубящий убийца, убийца-пильщик, убийца с железными когтями, все виды зверей были там. Была даже человеческая военная кукла, которую Юэйян никогда раньше не видел. Посмотрев на эту великолепную коллекцию, Юэйян, который видел много видов зверей прежде, почувствовал головокружение. Солдат земной войны золотого ранга 5го уровня, генерал земной войны золотого ранга 6го уровня, маршал земной войны золотого ранга 7го уровня, император земной войны золотого ранга 8го уровня. Юэйян почти пускал слюни, глядя на них. Если бы не тот факт, что у этих марионеток не было своего ядра, следовательно, они не могли двигаться вообще, Юэйян бы их всех забрал. Были ли это шедевры призрачного гения Юэгуна? Нет. Юэйян считал, что все это были лишь поверхностные знания, которые проявил гений Юэгун. Видно было, что эти марионетки были не так уж и хороши. Конечно, только Юэйян, у которого было божественное видение божественных глаз, мог видеть это ясно. В глазах нормального воина эти звери были совершенствами. Юэйян вдруг подумал о том, почему они устроены таким образом. Эти звери они могли быть марионетками призрачного гения Юэгуна, на которых он оттачивал мастерство. Сначала звери, которых он создал, были довольно низкоуровневыми. Ручная работа, дизайн, композиция и все остальное было довольно грубым. Однако, наряду с процессом создания марионеток, Юэгун заметно улучшал навыки, проблемы и недостатки, что были в первых нескольких марионетках, исчезли в последующих. И в ручной работе, и в дизайне, и в композиции были видны большие улучшения. Более того, такие улучшения были разделены на разные слои. От животного кукольного зверя до человеческих кукольных зверей произошел огромный скачок улучшения. От человеческих кукольных зверей до гуманоидных марионеточных зверей произошел еще один огромный скачок в улучшении. Что касается бронзового, серебряного и золотого ранга, то и тут можно было увидеть улучшение Юэгуна. И последнее, но не менее важное. Гений Юэгун смог на самом деле сделать императора земной войны золотого ранга 8го уровня. Усовершенствование Юэгун было остановлено на этом моменте? Нет. Юэян подошел к императору и понял, что в руководстве марионеточных зверей Юэгун написал много заметок, и большинство из них касались слабостей марионеточных зверей. Например, у них была проблема с распределением энергии от ядра к остальным частям тела. Их боевые навыки также не дотягивали до стандарта. Кроме того, император земной войны не смог приспособиться к сражениям в различных условиях суши, ему было трудно полностью показать свою силу на определенных топографиях и т.д. Юэян был ошарашен, когда он прочитал все это. Было уже невероятно, чтобы Юэгун смог создать марионетку золотого ранга 8го уровня, но он все еще был крайне недоволен ею. Из этого можно было увидеть, что он определенно был перфекционистом. Я думал о способе решения проблемы адаптации к различным топографиям. Марионетка должна быть способна трансформироваться. Иметь способное исполнять все свои боевые навыки недостаточно. Гуманоидная марионетка должна быть способна трансформироваться и воссоединяться, превращаясь в своего рода зверя, который может сражаться на воде, земле, воздухе, песке, льду, огне и других особых областях. У него должно быть более точное оружие и сильная движущая сила. Возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что можно использовать небесные руны для создания движущей силы. Для людей это что-то новое, но для обитателей внешней области это может быть уже считается нечто обычным. Если у меня будет еще 50 лет, нет, еще 10 лет, я верю, что смогу усовершенствовать эту марионетку. Жаль, что у меня осталось мало времени. Юэгун записывал свои мысли в своей книге записей. Юэгун поразился еще больше, читая дальше. Он был полностью потрясен сумасшедшей идеей Юэгун. В конце концов, Юэгун написал. Исследование кукол завораживает меня и чем больше я исследую, тем больше осознаю, что я стал ближе к раскрытию секретов ядра марионетки. За последний год моей жизни, я решил исследовать то, что требует немедленного решения. Если все пройдет успешным, я смогу оставить своим потомкам три скрытых сокровища. Перед тем, как запереть дворец марионетки, я надеюсь, что превосходный потомок клана Юэс может прийти во внутренний дворец и получить плоды моих исследований. Если, если мне не удастся закончить до смерти, пожалуйста, продолжайте исследование, которому я заложил основы от моего имени. Три скрытых сокровища. Внутри внутреннего дворца все еще было три скрытых сокровища. Юэйян не мог не поразиться, что это за три скрытых сокровища. Глава 326. Призрачный гений Юэгун войти во внутренний дворец было не так просто, как войти во внешний дворец. Вход требовал доказательств того, что вы были врожденным ранкером. На протяжении многих лет, возможно, некоторые предки Юэклана уже и входили во внешний дворец, но Юэйян был уверен, что до него никто не входил во внутренний дворец. Три скрытых сокровища никогда раньше не появлялись в мире, никто даже не знал, закончил ли их призрачный гений Юэгун. Юэйян вызвал свой гримуар и направил свою врожденную ци в небесные руны у входа во внутренний дворец. В одно мгновение вспыхнул яркий свет, когда проверяемый кристалл смог сразу же запустил механизмы, чтобы открыть дверь во внутренний дворец. Вход во внутренний дворец был доступен по плавающей магической платформе из камня. Когда Юэйян осторожно ступил на платформу, она медленно опустилась. Спустившись метров на сто, перед Юэйяном появился новый дворец. Всюду по залу были разбросаны различные типы оборудования и предметы. В середине был хрустальная колонна, которая казалась Юэйяну знакомой. Она была 10 метров высотой и наполнена энергией. Печать небесных рун на вершине колонны медленно излучала яркий белый свет. Эта колонна была похожа на хрустальную колонну телепортации, которую Юэйян видел в башне Тунтянь. Она была также похожа на хрустальную колонну, которая запечатала девочку Целинь в демоническом дворце. Однако эта хрустальная колонна не была ни тем, ни другим. Юэйян понял, что энергия в этой колонне была не предназначена для телепортации, не для запечатывания. В ней была энергия, подобная энергии магических кристаллов. То, что смутило Юэйяна больше всего, так это то, что на этой хрустальной колонне не хватало значительного куска, как будто кто-то разрезал ее с помощью какого-то оружия. Может быть, Юэйгун использовал кусочек колонны в качестве ядра марионетки? Юэйян, сражавшийся в демоническом дворце, знал, насколько сильна хрустальная колонна. Даже атаки короля демонов или взрывная сила девушки Целинь, которая пыталась вырваться на свободу, не могли нанести ей никакого вреда. Как Юэйгун разрезал эту хрустальную колонну? Кроме того, марионетки не нуждались в дополнительной движущей силе, чтобы двигаться, поскольку можно было бы упорядочить руны гномов в правильной комбинации или можно было создать низкоуровневую каменную марионетку. И раз Юэйгуну нужно было использовать кусок хрустальной колонны в качестве дополнительной движущей силы, что же за машину он собирал? Внезапно золотые мышки из квинтета пробежали мимо Юэйяна и направились к хрустальной колонне. Страницы на гримуре Юэйяна внезапно перевернулись сами по себе. На странице квинтета золотых кукольных мышей появилась строка слов. Источник питания найден – заполнение запасов энергии. Квинтет золотых кукольных мышей приблизился к отверстию в хрустальной колонне. Они присоединились своим хвостам к надписи небесных руну основания колонны. Яркий свет энергии засверкал и проник в их хвосты, входя в их тела волнами. В это время обычные, ничем не примечательные тела квинтета золотых кукольных мышей засверкали и стали просвечиваться, словно превращаясь в кристаллы. Юэйян недоумевал. Марионетки не могли подниматься в уровне, но этот квинтет золотых кукольных мышей, который был создан Юэгуном, фактически мог повышать свой уровень. Может быть, эта хрустальная колонна с отверстием была на самом деле одним из трех скрытых сокровищ? Маленьким мышка. Возможно, потребуется много времени, чтобы закончить заполнение их энергий. Юэйян решил продолжать искать другие спрятанные сокровища. Дворцовый зал был очень большой. Потолок был куполообразным, а ряды столбов и колонн создавали множество рядов и отдельных пространств. Каждое отдельное пространство было заполнено разными животными. Там были марионетки в форме человека и человекоподобные звери-марионетки. Были даже механические звери. Единственным видом зверя-марионетки, который не присутствовал, были гигантские каменные марионетки и другие марионетки, которые не нуждались в дополнительной движущей силе. Внутренний дворец был заполнен металлическими марионетками разных типов и форм. Когда Юэйян приблизился к штормовому солдату серебряного ранга 5го уровня, Юэйян взял бутылку, которая была помещена у его ног. Затем он аккуратно поместил гладкий, полированный хрустальный шар внутрь бутылки. Этот хрустальный шар был размером с шар для пинг-понга и был наполнен большим количеством энергии. На хрустальном шаре было написано «Орел ветра». Юэйян экспериментировал и поместил хрустальный шар орла ветра в отверстие на лбу штормового солдата. Глаза механической марионетки внезапно вспыхнули синим светом. Казалось, как будто она только что проснулась ото сна. Ее глаза сияли синим светом, когда она осматривала тело Юэйяна. Быстрее молнии, штормовой солдат вытащил длинный меч, прикрепленный к его талии, и замахнулся им в сторону Юэйяна. К счастью, Юэйян был уже на стороже, когда увидел, что глаза марионетки вспыхнули. Он тотчас исчез и полетел в небо, уклонившись от атаки штормового солдата. Этот штормовой солдат дважды прыгнул и попытался атаковать Юэйяна. Однако, видя, что он все еще не может этого сделать, он немедленно изменил свой внешний вид. Юэйян был ошарашен. Какого черта? Юэйгун был действительно необычным человеком. Он смог даже сделать металлическую марионетку, которая могла изменить свою форму. Этот штормовой солдат быстро превратился в механического орла ветра, и взмахнул своими гигантскими крыльями. Он поднялся в небо, направляя когти к телу Юэйяна. Если бы любой другой человек увидел такое странное явление и получил бы такую атаку, он бы определенно умер на месте. Может ли марионетка серебряного ранга 5го уровня представлять угрозу для Юэйяна? Даже если она и могла изменить его форму, Юэйян мог бы прикончить ее одним движением. Юэйян умело избегал атаки, и в движении протянул руку и вытащил маленький хрустальный шар, вставленный в лоб орла ветра. Механический орел ветра сразу же упал на землю и быстро вернулся к своему первоначальному облику штормового солдата. Синий свет в его глазах рассеялся, и снова стало тихо. Разумеется, он больше не стоял в своем первоначальном положении. Вместо этого он стоял в углу дворцового зала, примерно в 10 метрах от его первоначального положения. Если Юэйян не видел бы его собственными глазами, он не поверил бы, что Юэйгун мог сделать такую необыкновенную металлическую марионетку, которая могла бы трансформироваться. Ее единственная слабость заключалась в том, что она была неуправляемой, она не могла отличить друзей от врагов. Это было довольно проблематично. Как хорошо было бы, если был бы способ контролировать эту механическую марионетку. Юэйян долго искал в залах дворца, прежде чем, наконец, обнаружил место, куда еще можно было поместить хрустальный шар. Это определенно было оборудование мастера. Когда Юэйян оснастил его и попытался снова использовать штормового солдата, как и ожидалось, он больше не пытался нападать на него. Юэйян попытался вести солдата своей волей, и он послушно занял свое первоначальное положение. Он даже не сопротивлялся, когда Юэйян снова достал хрустальный шар. Ничего себе, я никогда не думал, что Юэгун действительно решит проблему контроля над этими трансформирующимися марионетками. Юэйян глубоко зауважал Юэгуна. Раньше он сам создал марионеточного зверя, поэтому знал, как трудно это сделать. Сделать марионетку, которая могла двигаться, уже очень хороший результат. Тем не менее, творения Юэгуна не только могли использовать боевые навыки, но и трансформироваться и адаптироваться к различным видам боя. По сравнению с Юэйяном, который был мастером во всех областях помаленьку, Юэгун был более глубоко осведомлен. Несмотря на то, что Юэйян воссоздал наследие жалкого парня и изучил энциклопедию марионеток, которую оставил Юэгун. В отношении создания зверей марионеток, его нельзя было сравнить с Юэгуним. В зале у ног каждого зверя была бутылка. Это были их ядра. У зверей 5го уровня серебряного ранга, таких как штормовой солдат, были отверстия на лбу. Звери 6го уровня серебряного ранга имели щель в сердце так, чтобы их ядра не были открыты. У марионеток, которые были 5го уровня золотого ранга и ниже, например, у золотого мамонта, были свои отверстия на черепах. Похоже, они не смогут остановиться до тех пор, пока их череп не будет раздавлен. Более того, черепа зверей такого рода имели наивысшую защиту. Марионетки, которые были на 5м уровне золотого ранга и выше, такие как золотой титан, имели два основных отверстия в сердце и черепе. Если одно из них было бы уничтожено, марионетка все равно сможет продолжить двигаться. Самое странное было в том, что если эти титановые марионетки теряли свои конечности, они могли восстановить их. Как только они потеряли бы свою боевую мощь, они автоматически начинали процесс восстановления. Если бы у них были запасные части, они немедленно заменяли бы ими поврежденные. Если бы у них не было своих запасных частей, они могли бы также заменить разрушенную часть частью своих товарищей. Юэйян вообще не мог понять дизайн Юэгуна. Как он смог разработать марионетки, что могли творить такое? Это был практически искусственный интеллект. Он действительно был призрачным гением. Этот парень был поистине экстраординарным, в этом нет спора. Время осталось немного, однако мои исследования только начали продвигаться. Я действительно хотел бы прожить еще сто лет, даже десять лет, это было бы неплохо. Жаль, что мое тело достигло своих пределов. Небесные руны действительно хороши. Изучая их, я чувствую, что я стал малышом, который может каждый день узнавать что-то новое. Нет ничего лучше этого чувства. Жаль, что я не могу никому рассказать об этом, нет никого, с кем я мог бы поделиться. Это комбинации небесных рун похожи на человеческий язык, но они намного сложнее и совершеннее. Так же, как стихотворение человека нет, это больше похоже на метод призыва. На самом деле это какой-то особый метод вызова. Если бы можно было научиться этому методу призыва, он легко мог бы легко решить проблемы с компоновкой. Мои исследования только начались. Бог дал мне мозг мыслителя, но он не дал мне долгую жизнь. Ах, это все воля небес. Настоящая энциклопедия марионеток Юиян осознал, что сокровище, которое оставил Юигун, было энциклопедией марионеток, которая была похожа на ту, что была в кольце Лича Юияна. Пока он переворачивал страницы этой энциклопедии марионеток, Юиян понял, что записанные внутри знания были слишком сложными, из-за чего у него закружилась голова. Энциклопедия марионеток, которую он имел в своем кольце, была похожа на учебник начальной школы, в то время как в этой настоящей энциклопедии вообще не было никаких базовых знаний. Все, что было записано, было кристаллизацией последнего исследования Юигуна. Он описывал исследования и производственный процесс каждого зверя, расположение рун, распределение силы, дизайн трансформации, боевые возможности и боевые навыки. Ит.д. Юиян был очень взволнован, когда читал все это. С этой энциклопедией марионеток ему не нужно беспокоиться об отсутствии зверей марионеток. Внутри энциклопедии Юигун записал свои сожаления в конце. За всю мою жизнь я создал бесчисленное количество зверей марионеток, но ни один из них не был успешным продуктом. Каждый из них содержит разные сожаления, все они являются дефектными в определенных аспектах. Я хотел создать идеального зверя. Если у меня было бы еще 10 лет или даже 3 года, я мог бы пройти еще несколько шагов прочь от этого сожаления. Прямо сейчас я только полон сожалений, я никогда не успокоюсь. Если мой будущий потомок когда-нибудь увидит эту книгу, я надеюсь, что ты сможешь продолжить мое исследование и создать идеального зверя марионетку. Я надеюсь, что через тысячу лет или 10 тысяч лет появится талантливое молодое поколение, которое исполнит мое желание создать марионетку, которая могла бы говорить, учиться и чувствовать эмоции. Если вы, потомки, смогли бы создать такого рода человекоподобного зверя марионетку, принесите его в мой хрустальный гроб и расскажите мне эту новость. Я улыбнусь даже в другом мире. Прочитав это, Юиян долго бормотал что-то про себя. В конце концов, он медленно кивнул. Хотя я думаю, что ваше желание невозможно выполнить, я постараюсь выполнить его изо всех сил. Прежде чем убрать энциклопедию в его кольцо лича, Юиян обнаружил еще одну заметную рунную диаграмму. Если бы у кого-то не было способности узнавать небесные руны, они вообще не знали бы ее значения. Тем не менее, Юиян узнал эту руну, что означало «тайная дверь». Когда Юиян обнаружил ее, его сердцебиение участилось. Может быть, была еще одна секретная дверь? Юиян прижал руку к небесной руне и направил в нее врожденную ци. Небесная руна засияла и в то же время, за хрустальной колонной, на стене, неожиданно обнаружилась тайная дверь. Она открылась и показала секретную комнату внутри. Помимо хрустальной колонны источника питания энергии и реальной энциклопедии марионеток, третье сокровище находилось внутри этой секретной комнаты. Когда Юиян вошел в секретную комнату и ясно понял, что такое третье сокровище, он был совершенно потрясен. Юиян тогда искренне поклялся так искренно, как никогда прежде. Старейшина Юигун, я беру назад слова, которые я сказал сейчас. Я обязательно выполню вашу последнюю волю. Я не только попытаюсь, но и обязательно выполню то, о чем вы просили. Не важно придется ли мне потратить на это тысячу лет или десять тысяч лет, я обязательно помогу вам добиться своей цели. Выйдя из дворца марионетки, Юиян вернулся в маленький цветочный сад. Когда он рассказывал девушкам о том, что он нашел, он рассказал им о цехрустальной колонне источника питания энергии и реальной энциклопедии марионеток. Однако он не упомянул о третьем сокровище. У девушек не было проблем с этим. Они знали, что если им нужно будет узнать, он обязательно скажет им. Воля призрачного гения Юигуна была определенно связана с третьим сокровищем. Это секрет Юигуна. Юиян должен защищать секрет от его имени, пока он не понял волю Юигуна. После того, как он закончил исследовать дворец, Юиян почувствовал, что, независимо от его знания и опыта и его психического состояния, он сильно вырос. Вдруг он почувствовал, что скоро сможет прорваться к шестому слою врожденного невидимого мечацы. Сможет ли он это сделать это, прежде чем нападет на божественный дворец императора тюрьмы? Юиян надеялась на лучшее. В конце концов, каждая дополнительная сила, которую он получил, увеличит их шансы на победу. Глава 327. Цель затащить лохуа в кровать назначенной старой черепахой день медленно приближался. Юиян становился сильнее каждый день, но чем больше он тревожился, тем труднее ему было прорваться к шестому слою врожденного невидимого мечацы. Прорыв на шестой слой требовал не только улучшения способностей, но самое главное – улучшение психического состояния. Требовалось глубокое понимание неба и земли. Фея Феникс, которая закончила подготовку, уже вернулась. Она лично обучала Юияна в течение двух дней. В конце концов, Юиян почувствовал, что он был недалеко от своего прорыва, но он все еще был не в состоянии совершить его, отчего он чувствовать себя очень несчастным. Прорываться нужно было в правильное время, и в этом вопросе нельзя было просто положиться на прилежную тренировку. В противном случае старый лис не был в ловушке десятилетия, находясь всего в дюйме от врожденной области. Тревога – величайший камень преткновения воина. Расслабься. Сюся утешала Юияна, что было очень на нее не похоже. Сиасан, даже если ты не прорвешься, мы обязательно сможем добиться успеха. Юи Юи, вторая сестра, приготовила роскошные блюда, чтобы поддержать своего брата. Она даже посадила много овощей и фруктов в мире гримуара. При содействии способности зеленой древесной демониции Юи Бин зеленая лихорадка овощи и фрукты будут расти очень быстро. Юи Юи считала, что если Юи Ян действительно не сможет победить божественный дворец императора тюрьмы, он может привести всех к себе и спрятаться в мире гримуара. А правившись после травмы хорошо отдохнув, он снова сможет сразиться с врагами. Юи Юи надеялась, что даже если ему придется жить в мире гримуаров и тренироваться в течение нескольких месяцев или даже нескольких лет, он сможет победить божественный дворец императора тюрьмы, ничего не теряя. Никто не должен потерять свою жизнь, выполняя этот квест, никто. Хозяйка города Лохуа, которая особенно любила выращивать цветы, была более других благосклонна к идее Юи Юи. Она также посадила много цветов и трав в мире гримуара. Если бы ее время не было ограничено, она хотела переместить в мир гримуара даже свой цветочный сад с четвертого уровня башни Тун Тянь. Если они действительно не смогли бы победить своих сильных врагов в божественном дворце императора тюрьмы, то те, кто участвовал в битве, могли спрятаться внутри мира гримуара, чтобы восстановиться. В любом случае это была бы очень хорошая идея. Если бы девушка Целинь и сестры Феникс были бы готовы оказать им помощь, когда они атакуют божественный дворец императора тюрьмы, тогда все проблемы были бы решены. Просто после того, как в прошлый раз девушка Целинь так и не вышла, казалось, что она вообще была не заинтересована в нападении на божественный дворец императора тюрьмы. Юи Ян считал, что если его жизнь не будет находиться в опасности, девушка Целинь и сестры Феникс не помогут ему сражаться. Может богиня Небесного Меча тайно приказала им так вести себя? Юи Ян иногда думал об этом. Хотя Юи Яну было очень трудно, он рассматривал возможности тренироваться и повышать свой уровень. Если богиня Небесного Меча была бы готова сражаться, Юи Ян считал, что она сможет пронестись через весь континент парящего дракона, сметая все на пути или не имея себе равных. Тем не менее, она этого не делала, и она также никогда не участвовала в сражениях Юи Яна. Она оставила все на Юи Яна. Она только вынуждала Юи Яна тренироваться и культивировать в области сновидений. Все слабости Юи Яна и области, которые необходимо улучшить, будут отмечены Большой Лали, которую богиня Небесного Меча создала с ее мечом Ци. Она заставляла Юи Яна исправлять все изъяны. Богиня Небесного Меча, могла ли она выйти из области сновидений? Что касается этого факта, Юи Ян всегда с подозрением относился к этому. Причина, по которой сестер Феникс не волновала сражения Юи Яна, кроме того, что они были мирными и добрыми зверями, которые никогда не начали бы нападать первыми, может быть была и в том, что они слушали приказы богини Небесного Меча. Почему сестры Феникс вышли в демоническом дворце? Зачем им показывать себя, подавлять трех великих королей демонов и двух королей лечей, заставляя их бояться преследовать Юи Яна? Вспоминая тот момент, Юи Ян понимал, что действительно оказался тогда в опасной ситуации. Мгновение беззаботности могло бы закончиться тем, что он был бы в одно мгновение убит тремя великими королями демонов. Следовательно, сестры Феникс должны были появиться, иначе Юи Ян не смог бы покинуть демонический дворец. Он не смог бы уйти даже с помощью девушки Целинефея Феникс, которая восстанавливалась. Богиня Небесного Меча, сестры Феникс и даже глупенькая, дезориентированная девушка Целинь не особо заботились о нем, но они все еще помогали ему. В нормальное время они не вмешивались в его сражения, но в тот момент, когда его жизнь была в опасности, они немедленно делали свой ход. Я не собираюсь торопиться поднимать свой уровень. Тревога просто приведет к неудаче. Прорыв требует поворотного момента, это то, с чем нельзя спешить. Юи Ян положил большую ношу в сердце и больше не заставлял себя повышать свой уровень. Вместо этого он помогал принцессе Цань Цани Лохуа стать врожденными. Почему ты не тренируешься с сестрой Лохуа? Принцесса Цань Цани оттянула Юи Яна в сторону и сказала. Мы с Уся решили стать врожденными во время нашей битвы в Божественном Дворце Императора Тюрьмы. Что? Юи Ян был шокирован их образом мышления. На самом деле, я очень близка к прорыву. С тобой рядом я без проблем стану врожденной. С другой стороны, сестра Лохуа все еще отстает. Если ты потратишь все свои усилия, чтобы помочь мне стать врожденной, у нее самой наверняка не получится. Как насчет того, чтобы немного сбавить скорость со мной, чтобы ты смог сначала помочь сестре Лохуа стать врожденной? Я буду очень упорно трудиться в эти несколько дней, никаких проблем не возникнет. Лицо принцессы Цань Цань вдруг слегка покраснело. Кстати, то, что мой старик сказал тебе, я не собираюсь об этом думать вообще. Ты определенно не сможешь относиться ко мне так, как ты относишься к сестре Ухань. Я все еще ни на что не соглашалась. Маленький мошенник, пока я могу дать тебе шанс побороться за меня. Без моего одобрения, даже если ты заставишь меня, можешь забыть о том, чтобы я обращалась с тобой так же мило, как сестра Ухань. В конце концов, эта девочка-тигрица, которая всегда говорит не то, что имеет в виду, замахала кулаком на Юияна, показывая, что ее не так легко запугать. Юиян рассмеялся. Он действительно хотел посмотреть, как долго эта тигрица продержится. Хорошо иметь свои принципы и особенности, это правда хорошо, он мог бы просто учить ее медленно. Разве он не почувствовал бы еще больше наслаждения от чувства выполненного долга таким образом? Принцесса Цань-Цань поняла, что смех Юияна прозвучал немного неправильно, и сердце ее дрогнуло. Она почувствовала, что ее тело ослабело, поэтому она быстро сбежала. Сюяуся, которая тихо читала книгу в коридоре, медленно закрыла книгу и исчезала. Сюяуся имела телепатическое взаимопонимание с Юияном. Даже если они не говорили, они знали мысли друг друга. Кроме того, Юиян и Нань Юиябин и она поделились зеркалом сердца, которое они получили в качестве награды в храме Девы. Если бы они действительно сосредоточили свои мысли друг на друге, они смогли бы разделить умы друг друга и связать свои сердца. Сила этой способности зеркала сердца зависела от физического расстояния и уровня взаимопонимания между ними. Чувство, которое было передано, также было нечетким. Не было способа, которым его можно было бы перевести на слова. Однако можно было бы понять и основной смысл телепатии. Например, прежде чем Сюяуся закончила читать свою книгу и ушла, она отправила сообщение смело переспи с ней, тайно передавая Юияну способ помощь Лохуа достичь врожденного ранга. Даже, если бы это потребовало бы принуждения, он должен был это сделать. Лохуа не обладала хорошими боевыми способностями, но сила ее света Авроры была могучей. Более того, ее атака была немезидой тьмы, нежити и врагов-призраков. Она определенно была бы полезна в божественном дворце, даже больше, чем принцесса Цань-Цань. Следовательно, Юиян должен был сделать свой ход смело, он не должен отпускать Лохуа. Осталось не так много времени, всего три дня. Хотя хозяйка города Лохуа быстро улучшилась, если они не пойдут на последний шаг в телесном слиянии, что использовали супружеские пары, они действительно не успеют. Возможно, из-за этого, принцесса Цань-Цань сказала, что она поднимет свой уровень в божественном дворце, и сказала Юияну сначала помочь хозяйке города Лохуа. Маленький друг, ты хочешь, чтобы я научил тебя кое-какому ходу? Фея Феникс внезапно появилась за Юиним, ее красные губы шептали ему в ухо. Она легко поцеловала его ухо и обдала его соблазнительным ароматным дыханием. СССР, кто кого будет учить, то Юиян сразу громко рассмеялся, как девственница собиралась учить его, как затащить кого-то в постель. Ну и шутка. Ты совсем не скромничаешь. Фея Феникс медленно пожала плечами, заставляя ее груди подпрыгивать, и обернулась, медленно уходя, потрясая ее сексуальным задом. Глаза Юияна чуть не выпрыгнули из орбит, чтобы побежать за ней. Если бы не тот факт, что она была сильнее его, Юиян бы уже давно умял бы это красавицу Фею Феникс. Дело не в том, что он никогда не видел грудь Семьго размера раньше, он просто никогда не видел такой совершенной, как ее. Забудем о Чжи Цзюнь. Юиян не видел ее очень ясно. Она была не похожа на Фею Феникс, которая была прямо перед глазами и во всей красе. Такие красивые груди. Даже если он задохнется, зарывая голову в них, он не пожалеет. Юиян медленно сглотнул слюну. Забудь об этом, Фея Феникс рано или поздно будет его. Он не должен беспокоиться об этом прямо сейчас, она все равно не убежит. После обеда Сюся и другие вошли в мир гримуары раньше обычного, чтобы отдохнуть, оставив застенчивую Лохуа. Конечно, она понимала, о чем говорили другие, и была сильно смущена. Более того, она давно хотела остаться с Юиним один на один. Лохуа попыталась успокоить сама себя, и попыталась действовать круто и спокойно. Эта хозяйка города долго не патрулировала замок, поэтому я приказываю тебе, некомпетентному телохранителю, вести меня патрулировать окрестности. Иначе, я сокращу твою зарплату. Вспоминая, как она впервые встретила Юияна, Люхуа не могла не рассмеяться. Кто бы знал, что с такой первой встречей у них будет такая судьба. Может быть, там действительно были красные нити судьбы, связывающие их в тайне. Эта судьба действительно была определена небесами. Юиян был чрезвычайно сообразителен. Одним движением он водрузил на себя Лохуа, точно так же, как он нес ее с гор, когда они отправились в небесный павильон. Лохуа слегка извивалась, однако успокоилась очень быстро, поскольку она так же помнила, что, когда она потеряла сознание после их сражения, он нес ее на спине вниз с горы. Именно тогда она нашла семя прекрасного демонического цветка, которое так хотела. Маленький подлец, в ту раз, ты прикасался ко мне? Лохуа слабо помнила, что его руки были не очень вежливыми в то время. Что вы имеете в виду? Я такой вежливый мальчик, я бы не потрогал даже, если бы увидел. Юиян сразу же стал все отрицать, кого ты обманываешь. Хозяйка города Лохуа в прошлый раз поверила бы его словам, но сейчас она знала, что он подлец. Он пронес ее всю дорогу вниз по горе, как он мог быть таким послушным, даже не касаясь ее ни разу. Это невозможно. Хозяйка города Лохуа слегка покраснела, но она подумала, что рано или поздно он, вероятно, воспользуется ею, поэтому небольшие прикосновения не имели значения. Она почти привыкла к тому, что он прикасался к ней во время практики. Однако, чтобы она не чувствовала в своем сердце, она должна отрицать своим ртом. Я действительно хороший мальчик. Как ваш личный телохранитель, я определенно обладаю на то квалификацией. Я могу даже работать сверхурочно и согревать вашу постель ночью. Юиян предложил свои услуги тактично, как Маосуй, продавая свое тело с огромной скидкой. Прим Маосуй – имя смелого парня, который предлагал себя в качестве одного из 20 выбранных слуг для принца, хотя у него вообще не было никаких достижений. С этого момента его имя используется, как идиома, чтобы описать кого-то, кто отрекомендовал себя, однако его нечестные руки продолжали медленно ползти вверх. Они медленно ощупали роскошество Лохуа, роскошную, пухлую задницу, проверяя ее реакцию, становясь все более беспокойными с каждой секундой. Как чувствительная девушка, Лохуа, очевидно, понимала трюки этого подлеца. Она начала легко отбрасывать его озорные руки, но не проходила и 2х секунд, как эти озорные руки уже возвращались назад, не оставляя ей выбора. В конце концов, хозяйка города Лохуа решила использовать свое последнее оружие, ее острые белые зубы и укусить ухо Юияна. Когда она слегка прикусила ухо Юияна, она обдала его горячим дыханием. «Я позволю тебе быть плохим, я позволю тебе притвориться, что ты послушный мальчик, я хочу наказать тебя, следуй за мной в мой небесный сад, тебе не разрешается отдыхать в пути». Пока такая красота была на спине, Юиян не стал бы тупить и проситься отдохнуть. Он немедленно согласился. «Я сделаю все, что вы пожелаете, ваше высочество хозяйка города, я обязательно прислушаюсь к вашим приказам и буду льстить вам». Тем временем его непослушные руки продолжали поглаживать ее задницу, заставляя ее стонать. Юиян телепортировался из маленького цветочного сада и вел Лохуа до самой башни Тунтянь. Его целью был небесный сад на четвертом этаже. Конечно, его другой целью была сама Лохуа. Глава 328. Наклончик пройдя лагерь Шану, Юиян и Лохуа телепортировались к башне Тунтянь. Юиян, неся красотку на его спине, очень гордился собой. С другой стороны, хозяйка города Лохуа, боясь, что найдутся люди, что узнают ее, изо всех сил пыталась скрыть себя. Она неестественна для себя, как непринужденной, откровенной личности, оборачивалась и оглядывалась. Прямо сейчас она действительно походила на изменщицу на рандеву. Когда Юиян и Лохуа телепортировались внутрь, охранник в серебряных доспехах смущенно почесал в затылке. Разве госпожа Лохуа не помолвлена с третьим молодым мастером Юе-клана? Почему она так близко идет с этим титаном? Командир охраны, который отвечал за охрану башни Тунтянь, немедленно ударил по лицу подчиненного. Кто ты такой, чтобы говорить о делах твоего начальника? Кроме того, ты слепой? Этот человек, третий молодой мастер клана Юе. Неужели ты правда подумал, что он ее личный телохранитель? Титан, псевдоним третьего молодого мастера клана Юе в башне Тунтянь. Не говори глупостей, если ты чего-то не знаешь. Людей с длинным языком не особо жалуют, ты это знаешь? Пощечина заставила стражника затрепетать от испуга. Он сразу уже неловко улыбнулся. Начальник, я был неправ. Не сердитесь. Этот человек действительно является третьим молодым мастером клана Юе. Я испуган до смерти. Четвертый этаж башни Тунтянь. Это был первый раз, когда Юе Ян оказался на четвертом этаже. Лохуа также приводила его на второй и третий этаж до этого. Каждый раз, когда они переходили на другой уровень, они проходили особые процедуры. Без Лохуа, известного человека, в качестве проводника, согласно строгим правилам для наемников, Юе Яну пришлось бы потратить время, чтобы выполнить около сотни квестов, чтобы пройти через каждый уровень. Хотя трудность их для него была бы невысокой, это было бы, по крайней мере, утомительно. Небесный сад был расположен на четвертом этаже башни Тунтянь. Эта башня была чрезвычайно странной. Пространство башни было в десять раз больше с каждым уровнем. После третьего этажа демоны Бездны Демона и Войны Континента Парящего Дракона разделяли одно и то же пространство. И таким образом начиналась смертельная война двух раз. Обе стороны сражались за важные ресурсы в башне Тунтянь. Так было всегда, вот уже тысячи лет. Просто тысячи лет назад человечество доминировало. Прямо сейчас человечество проигрывало. На четвертом и пятом этажах башни было несколько континентов, таких как Континент Странной Орхидеи, Континент Белых Облаков, Континент Варвара и другие. Что касается этих континентов, Войны Континента Парящего Дракона назвали их внешними областями. Шестой этаж башни Тунтянь был еще более широким пространством. Там было много других внешних областей. Легенды гласили, что здесь есть Остров Дракона, Область Скрытой Феи, Континент Гномов и даже Восточное Племя Гоблинов. Конечно, сражения, которые велись на шестом этаже башни Тунтянь, почти не имели никакого отношения к Континенту Парящего Дракона. Это место предназначалось для врожденных и малых врожденных. Если бы старейшина 6го уровня с Континента Парящего Дракона отправился туда, он был бы более или менее на уровне обычного наемника с первого этажа башни Тунтянь. Ему было бы очень трудно выжить. Помимо молодых старейшин с большим потенциалом, которые отправились туда, чтобы тренироваться, старшие старейшины в основном тренировались ниже шестого этажа. Лоху одержала небесный сад на 4м этаже башни Тунтянь. С ее возможностями в прошлые разы ей было довольно трудно оставаться там надолго. Много воинов из бездны Демона и Континентов действительно пытались занять ее землю. Тем не менее, этот небесный сад был резиденцией императрицы ночи в прошлый раз. Только дураки, такие как низкоуровневые воины или демоны из бездны Демона, которые долгое время не выходили и не знали, что происходит, отправлялись в это место. После того, как хозяйка города Лохуа избивала их до полусмерти, они начинали бояться этого места. В то же время, как слава Лохуа начала расти, низкоуровневые воины больше не решались вторгаться в небесный сад. То же самое касалось и воинов бездны Демона. Маршалы демонов, короли демонов и другие сильные существа вообще не посещали нижние уровни, а генералы демонов не годились Лохуа в соперники. В то время только командующие демонами могли сражаться с Лохуа. Так как атака на небесный сад легко вызвала бы гнев императрицы ночи, воины бездны Демона никогда не нарвались бы на такие неприятности. О протекции императрицы ночи было известно по всей башне Тунтянь. Так как Лохуа была ее потомком, те, кто жаждал получить небесный сад, отказывался от своих мыслей. Если бы они убили Лохуа, императрица ночи определенно не позволила бы им уйти. Все обернулось бы так же как, когда Юиян отправился в Демонический дворец. Если бы не тот факт, что появились сестры Феникс, которые оказывали давление на Бажута, Хосиня, Гулуня и других, они определенно не позволили бы Юияну уйти, даже с защитой феи Феникс. А все потому, что нападение на Демонический дворец было равносильно пощечине. Как короли демонов, они определенно не могли смириться с этим. Конечно, сестры Феникс были чрезвычайно сильны. И поскольку короли боялись, что их сейчас убьют, они отпустили Юияна. Они почти достигли Небесного сада, когда Юиян вспомнил о семени прекрасного демонического цветка и спросил. Прекрасный демонический цветок, который мы получили в прошлый раз, он расцвел. Ты не почувствуешь его запаха, парням этого не дано. Лохуа немедленно отругала его, сказав ему не вести себя так глупо. Ха-ха. Юиян, как знаток энциклопедии трав, явно понимал, что за эффект есть у прекрасного демонического цветка. Это был чудесный цветок, используемый людьми, чтобы культивировать лисиц, но когда мужчина чувствовал его запах, а не терял сексуальное желание, если вдыхал аромат слишком долго. Если он съест такой цветок, он станет бессилен по мужской части. Если цветок смешать с другими травами и передать мужчине, он даже мог стать трансвеститом. Это было действительно страшно. 5 тысяч лет назад одна королева обнаружила эффекты этого растения. Поскольку она ненавидела свой несчастный брак, она поставила вазу с цветущим прекрасным демоническим цветом на окно короля. Король очень полюбил цветок, настолько, что ежедневно поливал и нюхал цветы. Он даже добавлял цветочные лепестки в чай. В конце концов, его жизнь стала совсем несчастной. Однако самым жалким оказался принц королевства. Поскольку нынешний наследный принц не был сыном королевы, королева, которая была мастером в использовании трав, создала лекарства и тайно заставила принца-наследника принять его. В конце концов, все принцы, кроме собственного сына королевы, стали трансвеститами. Однако она зашла слишком далеко, и вскоре после этого о ее делах узнали имперские врачи. Королева была затем убита пришедшим в ярость королем, но даже после 5000 лет эта история все еще передавалась из поколения в поколение. Слава прекрасного демонического цветка была не меньше, чем у травы индига безмятежного звездного света. Цветка всегда боялись мужчины. Однако, какой бы смертоносной ни была трава, она определенно имела и особое применение. 3000 лет назад эксперт-врач по имени Цзинбу обнаружил еще одно применение прекрасного демонического цветка. Он мог помочь культивировать зверей лисиего типа. Или словами Юияна, трава использовалась для культивирования лисицы-духовной лисицы. Прим. Лисица-духовная лисица используется, потому что понятие имеет двойной смысл. Фермин «духовная лисица» используется в том смысле, что звери лисиего типа превращались в гуманоидов в ходе эволюции, становясь кумиха, который любит соблазнять мужчин, однако эта трава была эффективна не для всех зверей лисиего типа. Прекрасный демонический цветок был эффективен только для лисиц или дьявольских лисиц, которые могли развиваться в гуманоидную форму. Говорили, что лисицы и духовные лисицы, поглотившие энергию прекрасного демонического цветка, превращаются в непревзойденную красотку в своей гуманоидной форме. Кроме того, ее тело испускало бы запах, который вызывал бы сексуальное возбуждение у мужчин, которое было настолько мощным, что могло даже сделать им патента снова здоровым. За эти 3000 лет многие королевства пытались культивировать этих прекрасных духовных лисиц, но так как доктор Цзинбо отказался разглашать секрет культивирования, никто в мире не смог создать такую красивую лисицу. Кроме того, число лисиц и духовных лисиц, которые потенциально могли превратиться в гуманоидов, было крайне невелико. Однако Лохуа была исключением. Тайна культивирования лисицы была передана ей императрицей ночи. Королевство Цзинбо был единственным, кто контролировал этот секрет культивирования. Его никогда не открывали никому, кроме членов в королевской семье. Для других людей прекрасный демонический цветок был вредной травой, которая была особенно ядовитой для мужчин. Лохуа, которая понимала все его эффекты, очевидно, приобрела его, чтобы культивировать свою треххвостую снежную лисичку, чтобы та смогла развиться в гуманоида и вскоре стать священным зверем. Хотя она знала, что Юэйян был знатоком энциклопедии трав, она все же предупредила его. Она не хотела, чтобы прекрасный демонический цветок повлиял на тело Юэйяна. На самом деле, если бы Юэйян не вдыхал бы аромат цветка долгое время или не съел бы его, легкий запах цветка не повредил бы его телу. Более того, Юэйян обладал таким ненормальным телом, к чему ему бояться яда цветка. Юэйян понял, что Лохуа беспокоился о нем. Он повернулся и ущипнул ее за нос, громко рассмеявшись. Тебе запрещено смеяться. Бесишь меня. Хозяйка города Лохуа сердита посмотрела на Юэйяна, вспоминая тот момент, когда они отправились в небесный павильон, чтобы приобрести прекрасный демонический цветок, но, к несчастью, встретились с командующим демонами Малиан. Она поняла, что если бы не Юэйян, то она, Лохуа, могла серьезно пострадать. После большого сражения горы вокруг были расколоты, и его несчастная фигура, пытавшаяся сбежать, неся ее на спине, ярко запечатлелась в ее мозгу. Она не могла не засмеяться, смеясь до такой степени, что ее тело задрожало. Юэйян наконец-то услышал этот ее яркий смех снова. Он не мог не заволноваться. Смех Лохуа был просто слишком сексуален. Юэйяну очень нравилась Лохуа прямо сейчас. Он тут же протянул руку и обнял ее. Он наклонил голову и поцеловал ее. Лохуа поборолась немного, но когда его горячий язык начал ласкать ее губы, она почувствовала, как молния ударила в ее тело. Она почувствовала слабость во всем теле, застенчиво закрыла глаза, поддавшись подлости этого мерзавца. Когда он открыл ее вишневые губы и углубился в поцелуй, Лохуа почувствовала, что она вот-вот потеряет сознание, словно она вошла в туманный, мечтательный мир. Это был не первый раз, когда он поцеловал ее, но этот поцелуй сильно отличался от предыдущего. Может быть, потому, что она приняла этого мужчину и отложила прочь все свои оговорки. Она смогла расслабиться и почувствовать себя прекрасно. Ее пара рук уже крутилась вокруг головы Юэйяна, не осознавая того. Она неуклюже пыталась ответить ему на его беспощадное посасывание, покусывая язык. Затем ее инстинкты овладели ею, когда она протянула свой язык и переплела его с его языком. Когда Лохуа наконец пришла в себя, она поняла, что ее губы уже опухли, ей было даже немного больно. Она подняла кулаки и слегка ударила его. Этот парень целовал ее слишком долго, не останавливаясь. Что, если она задохнется от его поцелуя? Озорные ладони Юэйян скользнули внутрь ее одежды и медленно массировали ее живот и талию, и Лохуа чувствовала себя расслабленной. Юэйян знал, что если он смело бросится исследовать холмики своей женщины, касаясь или щипая ее снежно-белые курганы и красные сливы, она непременно оттащит его руку. Тем не менее, прямо сейчас, пока его руки массировали ее живот и спину, она чувствовала себя очень комфортно, что придавало ей неописуемое чувство мягкости и комфорта. Она не мешала ему и ей даже нравилось, как он флиртовал с ней, крадучись появляясь то тут, то там. Таким он нравился ей больше всего. Ей не нравилось, когда он с нетерпением снимал одежду и сразу же касался ее чувствительных мест. Она любит его, она все же девочка, она чувствовала себя смущенной. Она была очень рада, что Юэйян не торопился с ней, отщательно любил ее тело. Это успокаивало ее, даря чувство безопасности. Негодяй, пойдем, мне хочется спать. Лохуа не хотелось спать, но она хотела обнять Юэйяна и поспать в его объятиях. Что касается того, воспользуются ли его руки возможностью, то она давно смирилась с тем, что это может произойти. Глава 329 Лохуа, прекрасная как сон небесный сад, который находился в воздухе, считался одним из небесных островов. Здесь были горные вершины, которые немного походили на парящую гору. Тем не менее, горные вершины были связаны друг с другом, образуя горный хребет разной высоты. Кроме того, они были больше по размеру, нежели парящая гора. На обрыве горы было более 10 водопадов разных размеров, похожих на белый шелк, свисающий с гор. Между горами была долина. В долине был сад, где расцвели сотни цветов и трепетали бабочки. Обычно здесь никто не живет, но слуги императрицы ночи время от времени спускались сюда с шестого этажа башни Тунтянь. Они прибирали это место и ухаживали за ним, как если бы императрица ночи жила там. Кроме того, цветы и растения в саду были лично посажены хозяйкой города Лохуа. Юэйян и Лохуа были не в настроении оценить по достоинству красоту здешнего пейзажа. Держась за руки, они оба взлетели на небесный остров, прошли через красивый сад и вошли в дом. Вступая за порог, они нетерпеливо обнимали и целовали друг друга, желая все большего. После долгого поцелуя их губы, наконец расстались. Лохуа смутилась и слегка ударила Юэйяна. Этот паршивец слишком нетерпелив взял и сразу же набросился на нее вот так с порога. Ее глаза стали возбужденными, словно она опьянела от крепкого вина. Юэйян знал, что она бы взволнована. Юэйян смягчил свои движения, осторожно уложив Лохуа на кровать. Он не стал как извращенец набрасываться и давить на нее. Вместо этого он сел на кровать и мягко обнял ее. Затем он мягко поцеловал ее. Конечно же, эта техника значительно помогла снизить бдительность и прогнать застенчивость Лохуа. После этих движений, что выступили в качестве буфера, она больше не сопротивлялась его ухищрениям, так, что она даже не заметила, как он тихо положил ее на кровать и обнял. Весь ее ум и тело были поглощены его поцелуем. Их губы и язык сливались воедино. Сладкий поцелуй растопил все ее тело, сделав ее такой же мягкой, как шелк. Его непослушные руки мягко проникли под ее одежду. Ее тело дрожало от волнения и ожидания. Очень тихо, очень мягко он достиг ее женственных вершин. Она закусила его губы, когда издала очень заманчивый, но подавленный стон. Звуки, казалось, были полны удовольствия, дискомфорта, сопротивления, терпения, боли и счастья. Когда он наклонил голову, она ахнула и бессильно оттолкнула его, пытаясь сопротивляться его следующему требованию. Тем не менее, она не могла остановить его медленный и неудержимый поцелуй, приземляющийся на ее чувствительный бутон цветка. Тем не менее, она все еще крепко обнимала его и эмоционально окунала его голову себе в грудь. Она уже забыла обо всем на свете, какой сейчас год или месяц. Ублюдок, ублюдок, ты большой ублюдок. Не делай этого снова, слишком больно. Достаточно, ты жадный ублюдок, ты не можешь кусаться, больно и слишком стыдно, ты слишком агрессивный. Уже половина одежд красавицы была на полу, и она задыхалась. Ее яркое платье было взъерошено от вторжения его рук. Ее сбитое дыхание, горящие красные щеки, замутненные глаза и мягкое тело. Все это выдавало возбуждение красавицы. Его руки исследовали ее тело, высокомерно держа ее груди и провозглашая эту девственную землю его владениями. Когда его руки озорно заставляли ее тело дрожать, ее маленькие руки скользнули по его спине, не зная, что делать. Она не знала, подтянуть его ближе или немного отпустить, чтобы его движения стали более плавными. Это был первый раз, когда она так флиртовала с кем-то из влюбленных. Она просто не знала, как правильно реагировать. Его поцелуи и движения рук заставили ее забыть, как дышать. Проведя много времени с телом Ухэнь, техника ласкью и Яна теперь определенно была на уровне великого мастера. Забудьте о Лохуа, которая все еще была ничего не знающей девственницей. Даже болезненная красавица Ухэнь, которую он ублажал уже много раз, не могла удержаться. Стой, я не могу дышать. Хозяйка города Лохуа почувствовала, что внутри ее тела вспыхнул огонь. Ее тело реагировало необычно, словно в ней быстро накапливалось что-то приятное и странное. Особенно, когда его непослушные руки потирали две округлости на ее груди, и она почувствовала неописуемое чувство онемения, словно ее тело жаждало его силы. Она чувствовала, что чем больше его руки двигаются вниз, тем сильнее становятся странные ощущения в ее теле. Она была готова открыть рот и попросить его быстро разыграть все свои трюки, чтобы она могла освободиться от этого ощущения, когда она чувствовала себя так напряженно и беспокойно. Однако, как только руки ее и Яна начали продвигаться к ее нижней части живота, типичная для девственницы чувствительность сразу же заставила ее тело слегка задрожать. Она почувствовала, как ее ноги мягко дрожат от бедер и до самых пальцев ног. Подсознательно, Лохуа крепко схватилась за его теплые руки, не давая ему двинуться вперед. Лохуа посмотрела на ее и Яна и знала, что настал самый важный момент ее жизни. Сопротивляясь пылающему позору в ее сердце, она легко поцеловала его. «Негодяй, ты тебе нужно сначала принять ванну. Я немного напугана, дай мне немного отдышаться». Юэйян быстро отнял руки и нежно поцеловал ее, пока она не покачала головой и не сказала, что с ней все в порядке. Может быть, ей действительно нужно немного расслабиться. Без оглядки стремиться к быстрым результатам было не всегда хорошо, сейчас это могло оставить тень в ее сердце. Юэйян решила уйти ненадолго, дав Лохуа время, договориться со своим сердцем. В конце концов, речь шла о настоящем объединении, они просто поцеловались, пообнимались и разошлись, как раньше. Более того, когда девственница отдает свое целомудрие, у нее в сердце наверняка возникают страхи. Даже если она была с любимым, она все равно беспокоилась о своем собственном теле, будет ли ей больно или нет, будет ли она травмирована или нет. Она может преодолеть эти страхи только сама. После того, как Юэйян закончил принимать ванну и вернулся, он обнаружил, что Лохуа прибрала всю кровать, как если бы она была новой. На окне висел красный шелк на удачу. Даже серебряные крючки перед куполом кровати были связаны красной веревкой. В изголовье кровати было свадебное платье. Кроме того, на столе было несколько блестящих красных цветов, когда были в полном расцвете. Жалко, что вина нет. В противном случае я могла бы разделить с тобой свадебный тост. Хотя это не свадьба. Лохуа жалела об этом. На самом деле ей хотелось бы свадьбу, шумную и бойкую. Болезненная красавица и другие были безразличны к этому. В любом случае свадьбу устраивали просто, чтобы исполнить пожелания представителей старшего поколения и ради социальной традиции. Большинство невест и женихов скажут вам, что это все глупые отраты денег. Так принцесса Цань-Цань больше всех ненавидела свадьбы, потому что брак в королевской семье был чрезвычайно хлопотным. С детства и до настоящего момента она была свидетелем свадеб своих братьев и сестер и заметила, что необходимо было соблюдать полный этикет. Что касается тех невест, которые вступили в брак в ее семье, хотя они выглядели довольными перед всеми, они тайно жаловались ей и чувствовали, что их ограничивает слишком много правил. Это было действительно слишком мучительно. Только самые младшие из них, Инань и нежная и добродетельная Юэ-Юэ, жаждали свадьбы. Инань жаждала, что она сможет сидеть рядом с Юэ-Яном, который ехал бы на большой коне, и с радостью отправилась бы в свой новый дом вместе с ним. Она выйдет замуж в Юэ-Клан. Отдав должное небесам и земле, поклонившись друг другу, они войдут в комнату для новобрачных и, в конце концов, она станет его новой женой, его маленькой милой женой. С другой стороны, Юэ-Юэ была чистой, любившей традиции дамой. Она чувствовала, что брак является одним из важнейших событий в жизни. Было бы неправильно, если бы свадьба не прошла во всем своем великолепии. Лоху они придавало значение брачным церемониям. Она только думала, что во время церемонии бракосочетания мог бы присутствовать ее отец, который пил бы вино со своими друзьями и, возможно, даже подрался бы с кем-то. Хотя дело было не в большом банкете, чтобы развлечь гостей. Лоху очувствовала, что самое главное – завершить церемонию между мужем и женой. К сожалению, она не готовилась заранее. В противном случае, она выпила бы вместе с ним чашу свадебного вина. Кто сказал, что нет вина? Смотри, Юэйян достал из кольца лича вино, чаши и другие вещи. Лоху была так счастлива, что поцеловала его. В этот момент, в объятиях любимого, разделяя с ним чашу вина, взаимно благословляя друг друга и обещая остаться вместе навсегда, Лоху чувствовала себя такой счастливой, словно счастье вырвалось из самых глубин ее сердца. Она подняла слезящиеся глаза и застенчиво посмотрела на своего возлюбленного. Она заметила, что сегодня он кажется особенно мужественным. Его красивое лицо светилось ярким сиянием, вызывая дрожь у любого, кто смотрел бы на него. Прежде всего, его манящие глаза заставляли сердце бешено колотиться. Глядя на него лицом к лицу, сердце у нее в груди забилось, так сильно, как никогда раньше. В глазах Юэйяна его возлюбленная также стала самой красивой женщиной в мире. Лохуа в его объятиях была прекрасна, как Самсон. Ее белоснежное лицо светилось, а щеки покраснили, словно она не могла выдержать крепости алкоголя, и была заполнена счастьем до самых краев. Юэйян склонил голову и начал целовать ее. Ее глянцевый и светлый лоб, ее длинные брови, маленький изящный нос, алые щеки или опухшие губы, он, переполненный глубокой любовью, покрывал ее горячими поцелуями. В конце концов, он взял на руки эту скромную красавицу, которая закрывала лицо и не смела смотреть на него. Принесся ее к ванне, где были разбросанными лепестки цветов, он мягко снял с нее платье и нижнее белье, обнажив белоснежное тело. Он легко полил ее чистой водой, осторожно омыв ее тонкое и бессильное тело. Он смыл ее тревоги, страхи, а также ее застенчивости и отговорки. Лохуа слегка трепетала. Она плотно закрыла глаза и не смела посмотреть на него. Ее белоснежное тело подчинилось его движениям, предоставив ему весь контроль. Закончив, Юи Ян достал шелковое полотенце, чтобы слегка стереть капли воды с ее тела. Его сердце задыхалось, глядя на ее прекрасное, белоснежное тело. Это было поистине сближение духовных энергий неба и земли, поистине одно из самых тонко сделанных шедевров природы. Красота в ней достигла совершенства, никаких недостатков или излишеств. Ее все тело можно было сравнить с самым чистым золотом. Юи Ян не мог не наклонить голову и не поцеловал нежную снежно-белую кожу красавицы, оставляя свою метку и объявляя, что она всегда будет принадлежать ему. В то же время он оставил новый след в ее жизни. После сегодняшнего дня она изменится и приобретет новый статус, статус его жены. Хозяйка города Лохуа была горда и смущена. Ей нравилось видеть его увлеченное и глупое выражение, нравилось чувствовать его нежной поцелуи и его внимательность. Негодяй, будь нежнее. Как только Юи Ян готовился положить ее на кровать, она поняла, что настало самое важное время. Хотя она уже давно подготовила свое сердце, она все еще нервничала. Хорошая девочка, не бойся. Юи Ян слегка прикрыл ее нервно-дрожащее тело белоснежным одеялом и медленно заполз внутрь к ней, протянул руки и слегка обнял ее. Когда она почувствовала, что их сердца бьются одновременно, ее дрожащее сердце успокоилось. Его руки, горячие как пламя, мягко исследовали ее тело, распространяя пламя желания. Ее напряженное тело начало постепенно расслабляться и становиться мягче, медленно сгорая. Юи Ян долго целовал ее вишневые губы и продолжал целовать, опускаясь вниз. Он поцеловал ее чувствительные мочки ушей, целовал ее щекотливую шею, целовал ее гладкие и круглые плечи, целовал ее хрупкую ключицу, целовал ее белоснежную кожу, целовал ее самые прекрасные нефритовые холмы, целовал ее белый и нежный бутон цветка. Лохуа могла только отрывисто вздыхать и не знала, что еще делать. Все ее мысли исчезли. Она полностью пропиталась удовольствием, которое Юи Ян доставлял ей. Юи Ян продолжал спускаться вниз и целовал ее живот. Когда он перешел на ее симпатичный пупок, он озорно исследовал его своим языком, заставив Лохуа затрепетать с ног до головы. И пока ее одолевали возбужденные эмоции и застенчивые ожидания, Юи Ян мягко раздвинул ее ноги. Он оставил теплые поцелуи на ее тонких бедрах. Ее тело дрожало каждый раз, когда он целовал ее, пока он не поцеловал ее самый чувствительный, самый красивый лепесток. Ее цветок уже был затоплен. Когда он поцеловал его, десять пальцев Лохуа прошли сквозь его черные волосы, словно сопротивляясь, но все же удерживая его. Удовольствие, которое она накопила до краев, теперь выливалось вместе с неудержимым криком. Такой пик удовольствия был ей незнаком, но он все еще был невообразимо чудесным. Она никогда не думала, что трюки ее возлюбленного вызовут такую большую волну комфортного удовольствия. Это было действительно невероятно приятно. В это мгновение в голове у нее стало пусто, словно ее душа последовала за огромным взрывом удовольствия и вылетела из ее тела. Пока она продолжала подниматься за облака, она была в таком восторге, что не знала, существует ли бренный мир вообще или уже нет. Даже после того, как волна отступила, и остатки ее удовольствия постепенно стали исчезать, она заметила, что он снова проигрывает свои трюки, быстро принося ей еще одну волну удовольствия. В тот момент, когда волна полностью исчезла, вскоре образовался новый прилив. Ее душа, которая почти вернулась, снова взлетела выше. Этот подлец был слишком злым и просто хотел лишить ее жизни. Она точно вот-вот умрет. После того, как вторая волна закончилась, способность мыслить вернулась к ней. Она поспешно попыталась поднять своего любимого негодяя и хотела помешать ему продолжать свои трюки. В противном случае она точно умрет и задохнется от радости. Несмотря на то, что его рот был наполнен ее нектаром, лоху острастно поцеловала его. Она подарила ему свой сладкий язык, показав, что она действительно счастлива дарить ему эту достойную награду. Незаметно для них из их тел всплыло множество символов рун. Чем более интимными и счастливыми они становились, тем больше рун собиралась. Врожденная Цию и Яна вышла из его рта и вошла в вишневые губы лохуа. Руны циркулировали внутри ее тела, когда они одновременно выполняли двойное телесное сляние. Лохуа совершенно этого не замечала и заботилась только о том, чтобы обернуть ее тело вокруг его. Она не подозревала, что каналы крови ее собственного тела соединяются. Ее женские части, которые Юэйян не мог затронуть раньше, не представляли собой помех для культивирования. Теперь Юэйян мог вылить врожденную Ци туда. Теперь она собиралась стать его маленькой женой. Ее тело и ум были вне контроля, чтобы он не сказал ей, она не будет возражать. Лохуа совсем не чувствовала легкую боль от соединения ее каналов в крови. Напротив, врожденная Ци еще больше стимулировала ее удовольствие. Его непослушные руки разжигали ее похоть, возбуждая ее. Из ее сердца вышла какая-то жажда, своего рода природный инстинкт. Это был инстинкт, который чувствует каждое зрелое живое существо, жаждущее своей другой половины. Юэйян знал, чего жаждало сердце красавицы, а он жаждал ее. Их союз официально начал в этот момент. Его пылкое, горячее и большое копье гордо и высоко поднялось. Пока сигнал зова рыцаря отдавался эхом, он указал на таинственные ворота замка. Рыцарь начал продвигаться, и никакая сила в этом мире не смогла бы остановить его. Ее ворота жизни были такими же слабыми, как цветочные лепестки. Посреди крика боли она, наконец, приветствовала своего нового хозяина. Пролились красные капли, свидетельствуя о подчинении новому владельцу. Несмотря на нежные движения Юэяна, Лохуа по-прежнему было непросто. А все потому, что его непослушная штуковина была действительно слишком большой. К тому же, ее мягкое и деликатное место было слишком маленьким. В тот момент, когда он силой сломал барьер, защищающий ее целомудрие, она не могла вынести этого и не могла не закричать, что ей больно. Две прозрачных слезинки просочились и скользнули по ее лицу. Ее губы не могли не искать утешения в его поцелуе. Хотя боль была сильной, она давно знала, что ей придется пройти через это однажды. Только попрощавшись с девчонкой, простившись с ее целомудрием, она смогла бы действительно соединиться с ним, стать его неотъемлемым партнером и стать его женой. Ублюдок. Мне так больно. Она слабо пожаловалась, как избалованный ребенок. У нее было полное право сделать это, потому что она без остатка предложила своему возлюбленному свое самое дорогое. Она принадлежала ему, телом и умом, прошлым, настоящим и будущим. Не плачь, не плачь, хорошая девочка, не плачь. Юиян нежно поцеловала ее слезы, утешая ее боль от прощания с ее девственностью. После завершения слияния, каналы крови Лохуа полностью связались с помощью его врожденной Ци. Как только врожденная Ци вернулась в его тело, внезапно появился гримуар Лохуа. Блестящий свет бросился на ее тело, на мгновение пробудив ее скрытый потенциал. В одно мгновение накопленная энергия вспыхнула и непрерывно поднялась на уровень выше при помощи врожденной Ци Юияна. Быстро прорвавшись ко врожденному рангу, взрыв и золотой столб высотой в десятки метров вылетел прямо из неба в ее гримуара. Лохуа, наконец, успешно достигла врожденного ранга при помощи двойного телесного слияния. Ее зверь-хранитель тоже засиял и стал выше уровнем. Треххвостая снежная лисичка купалась в столбе золотого света и непрерывно поглощала энергию. Ее тело постепенно трансформировалось. Она становилась похожа на человеческую форму, как священный зверь, быстро изменяясь. Глава 330. Натиск. Встреча с врагами. Удар, рассекающий на двое без на отчаяние. Когда Юиян снова предстал перед старой драконьей-черепахой, его сопровождала не Юябин, и не Нань. С ним была фея Феникс. Старая драконья-черепаха, очевидно, признала фею Феникс. Фея Феникс также признала его, но она даже не поздоровалась с ним. Юиян почувствовал, что между феей Феникс и старой драконьей-черепахой есть какая-то давняя злоба. Возможно, они сражались на более высоких уровнях башни Тунтянь. Во всяком случае, они определенно не были друзьями. Старая драконья-черепаха спросила своим старческим голосом. Молодой человек, ты действительно решил напасть на божественный дворец императора тюрьмы? Юиян только закатил глаза в ответ. Если бы он не решился напасть на божественный дворец императора тюрьмы, зачем бы он пришел в это проклятое место? Неужели ему действительно больше нечего делать? Конечно, он мог также услышать в ее тоне, что старая драконья-черепаха беспокоилась о нем. Эта старая драконья-черепаха прежнему считала, что даже с помощью феи Феникс он недостаточно способен. Черепаха предупреждала его, что он не должен быть безрассудным, давая ему возможность отступить. Похоже, феи Феникс было бы действительно недостаточно. Тем не менее, чем труднее было это задание, тем больше им интересовался Юиян. Юиян не боялся сражаться. Если бы враг был бы слишком силен, то он сделал бы то, о чем говорила Юия Юий. Спрятался внутри мира гримуара, чтобы оправиться от ран, а затем продолжил бы сражаться. Если бы его жизнь была в опасности, сестры Феникс и девушка Целинь определенно спасли бы его. В этой битве он также должен прорваться к шестому слою врожденного невидимого мечацы. Как он мог упустить такую возможность, такую битву? Замигал черный свет. Черепаху полностью окутал черный свет. Ее тело медленно трансформировалось. Прошло много времени, прежде чем драконья черепаха, наконец, превратилась в старика, несущего на спине панцирь черепахи. Тем не менее, он не выглядел как бессмертная черепаха. У нее не было никакой жизнеспособности. Вместо этого старик казался слабым и усталым, как будто он был очень старым и собирался вот-вот умереть. Старая драконья черепаха, ставшая стариком, имела белую длинную бороду и волосы. Лицо его было заполнено пятнами, даже его тело испускало умирающий аромат. Вперед! Драконья черепаха поддерживала себя посохом с головой дракона и с возгласом медленно пошагала вперед. Вы ведь не будете драться с нами? Юрий Ян потерял дар речи. Если бы этот старик захотел вместе с ними сразиться с божественным дворцом императора тюрьмы, то разве он не был бы лишь огромным бременем? Я постараюсь помочь вам в первом зале дворца. В двух других залах вам придется полагаться только на собственные силы, пробормотала драконья черепаха. Хотя тело старика было ранено, казалось, что он все еще был полон уверенности в себе. На огромном камне драконья черепаха нарисовала руками таинственный рунический круг. В то же самое время он непрерывно вращал круг своей духовной ци. Рунический круг засиял ярким светом, и перед Юейним появились странные ворота телепортации. На руническом круге была надпись над воротами телепортации, и их можно было открыть изнутри. Старая драконья черепаха шаг за шагом втискивала свое слабое тело в ворота телепортации, а затем, наконец, телепортировалась и исчезла. Юейян и Фия Феникс быстро последовали за ним. За темным светом ворот телепортации Юейян оказался внутри темного мира. Это была черная дыра, повсюду стояла мертвая тишина. С его ночным видением Юейян смог увидеть, что на большом расстоянии было несколько столбов, которые поднимались высоко к небу. Столбы были высотой, не поддающейся воображению, каждый из них был в радиусе не менее 100 метров. За исключением башни Тунтянь, Юейян действительно никогда не видел столбов, которые были больше этих. Кроме того, эти столбы были совершенно круглыми, ширина их одинаковой от верха и до самого низа. Было очевидно, что эти столбы были искусственно созданными. В небе был огромный остров, который поддерживался четырьмя столбами. Он выглядел как небесный остров, но Юейян понял, что этот остров был, по крайней мере, в 10 раз лучше, чем небесный Сатлохуа. На вершине небольшой горы была дорога, которая выглядела как небесная лестница, свернувшаяся как змея, зигзагообразно поднимаясь вверх к небесному острову. Это был единственный путь. Это изначально был дворец императора Тюрьмы. Он около одного километра в высоту и в нем три уровня в общей сложности. Чтобы запечатанных воинов небесной области, император Тюрьмы превратил самый великолепный, самый красивый дворец в мире в могилу своих врагов. Драконья-черепаха гордо вздохнула, но, в конце концов, стала немного грустной, как будто вернувшись к этому месту, он вспомнил через, что ему пришлось пройти. Нас там ждут враги. У Юейяна не было времени беспокоиться о сентиментах старой драконьей-черепахи. Он хотел больше внимания уделять движениям врагов. Количество сломанных табличек снаружи показывает, сколько врагов пытались освободиться от их спящей печати. Старой драконьей-черепахе не нужно было говорить об этом, Юейян мог и догадаться. К счастью, количество сломанных табличек было не очень большим, всего около 20. Пока ни них внезапно не бросились бы 20 духов-воинов небесной области, у него будет шанс прорваться. Юейян догадался, что два великих мастера небесной области должны были освободиться от печати, но они все еще были затронуты печатью императора тюрьмы и не могли свободно перемещаться, оказавшись на третьем уровне. Эта битва будет трудной. Фея Феникс с серьезным выражением кивнула. У меня не очень хорошие чувства. По крайней мере, половина духов пробудилась ото сна, но не столько же, сколько разрушенных табличек. Ха-ха, есть причина для этого. Чтобы скрыть это от внешнего мира, мы намеренно продолжаем притворяться запечатанным. Хе-хе, посмотри на наших гостей, тут старый пердун и два молодых побега. С острова в небе внезапно спустился голос. После этого три фигуры, чьи тела были освещены золотым светом, полетели вниз, изящно приземлившись перед Юейним, Фей Феникс и старой драконьей черепахой. Их возглавлял птица с длинными крыльями и золотыми волосами, что походили на гриву льва. На голове ее был королевский орнамент, что выглядел чрезвычайно величественным. Тело птицы было покрыто серебряной броней, и на ее золотом поясе висел меч-сокровище. Остальные два существа отличались от первого. Один был похож на человека, но у него были рога на голове и крылья, как у летучей мыши. Когда он открыл рот, он оказался наполненным острыми зубами, что вселяли ужас. У другой фигуры на голове не было рогов, но на ней был шлем, похожий на панцирь жука. Его руки были толстыми и мускулистыми, как у медведя, и у него были острые когти, которые походили на крюки. Его лицо и тело были покрыты пятнами, напоминающими рисунок шкуры золотистого леопарда. На его заднице был длинный хвост, который постоянно двигался. Когда Юэйян это увидел, он был сбит с толку. Разве они не были запечатаны шесть тысяч лет? Даже если бы они не умерли от старости, разве они не должны были умереть от голода? Эти люди, у которых не было шансов выжить вообще, у которых не было еды, как они могли прожить шесть тысяч лет? Когда фея Феникс увидела их, ее выражение сразу изменилось. Она показала злобный взгляд в ее глаза, как будто она смотрела на самого бесстыдного человека в мире. Ее слова для них также были безжалостными. Вы, ребята, хуже зверей. Посох драконьей черепахи дрожал, когда он выглядел одновременно сердитым и грустным, сталкиваясь с этой странной ситуацией. Что происходит? Как эти люди могут иметь физическое тело? Разве они не должны быть духами? Юэйян почувствовала, что что-то действительно не так. Все, что они приготовили, было предназначено для борьбы с духами и душами. Теперь казалось, что они не смогут использовать свои заготовки. Их враги были не только не душами, они были живыми зверями. Они не были даже зомби или не житью, которые спали тысячи лет. Мальчик, ты думаешь, я дух? Посмотри на меня, какая часть меня выглядит как дух. В небе появилось еще три врага. Этими тремя врагами были женщины. Они были совершенно голыми, и их внешность была невероятной. У той, что была слева, были лошадиные копыта, рога козла и хвост льва. У средней была чешуя рыбы, крылья птицы и кошачьи когти, а у той, что была справа, рога жука, уши кролика и тела змей. Дело не в том, что Юэйян никогда раньше не видел монстров, но он действительно никогда не видел монстров, которые выглядели бы так странно. Когда он увидел этих врагов, которые выглядели как монстры и как люди, он не мог не испытать серьезного потрясения. У какого сумасшедшего ученого возникла такая ужасная идея создать эти странные крас-гибриды? Казалось, что фея Феникс знает причину. Ее черные брови слегка зашевелились, и она сказала холодным тоном. Отбросы. Услышав ее слова, трое врагов, внешне похожие на женщин, стали похожи на кошек, чей хвост подпалили. Они были так злы, что начали кричать. Аааа. Я больше всего ненавижу таких шлюх, как ты, кто заслуживает смерти. Шлюха, мы тебя разорвем. Сука, как бы красиво ты не выглядела, ты все еще сука, которую седлают все подряд. Давайте съедим эту шлюху и поделим ее мясо. Она предложила свежую идею последняя девушка-монстр. Что касается злобных проклятий врагов, фея Феникс, похоже, совсем не возражала. Она только выругалась с презрением. Отбросы. Вы, ребята, даже не стойте того, чтобы я убила вас. Вы должны быть благодарны мне за то, что я оказала вам услугу и взглянула на вашу грязную кожу и плоть на несколько минут. Эти три дамы-чудовища пришли в абсолютное неистовство, бросаясь вперед, чтобы немедленно атаковать. Не дожидаясь, когда фея Феникс сделает ход, Юи Ян решил напасть на них первым, чтобы покрасоваться перед феей Феникс. Конечно, это была также одна из тактик их атаки, которую они уже планировали до прихода. Фея Феникс должна была беречь свои силы, потому что она будет сражаться с последними боссами, двумя великими мастерами Небесной области. Тогда-то она и отдала бы все ее силы. Два великих мастера Небесной области определенно были теми, кто приказал этим солдатам проверить их силы. Благодаря этим воинам Небесной области, которые были запечатаны более 6000 лет, они четко поняли один момент. Если кто-то и нападал на них, они определенно были бы достаточно уверены в своей силе, раз делали это. Кроме того, они были запечатаны под печатью императора тюрьмы. Возможно, они даже не могут успешно покинуть третий этаж дворца. Если бы они могли свободно передвигаться, они бы устроили засаду у входа, чтобы там критически ранить своих врагов. Тот факт, что они этого не делали, доказал, что они сначала пытались проверить силу врагов. Во-вторых, это также доказывает, что они не могли свободно передвигаться. Юэйян достал свой серп Луны и разогнал холодный воздух. Ему было все равно, как эти женщины стали монстрами. Юэйян никогда не пожалел бы своего врага и не помиловал бы его. Его доброта к врагам была в основном эквивалентна нулю. Три девушки монстра, похоже, не боялись холода, они только немного отлетели обратно. И затем они начали атаковать. Их рты нападали на Юэйяна даже проклятиями. Маленький мальчик, у тебя нет того, что нужно, чтобы победить нас. Не нападай на нас безрассудно, как болван. Почему бы тебе не присоединиться к нам? Сестра знает, как порадовать тебя, мы гарантируем, что мы намного лучше, чем эта шлюха рядом с тобой. Одна из дом монстров, у которой были рога жука, уши кролика и змеиное тело, даже бесстыдно раздвинула свои ноги, посылая поток вонючей воды Юэйяну. Трое парней в небе внимательно посмотрели на старую драконью черепаху. В этот момент на их лице появилось выражение, означающее, что это отродье обязательно умрет. Юэйян и Фея Феникс скрывали свои истинные способности, поэтому врагам казалось, что они не были врожденным. За исключением двух сильных мастеров Небесной области, которые могут быть достаточно сильными, чтобы видеть их скрытые способности. Обычные воины Небесной области определенно не знали бы, что Фея Феникс действительно была ужасающим воином врожденной области 10го уровня. Конечно, они также не знали, что Юэйян, у которого был врожденный навык подделка, был также ужасающим врагом, который был не слабее Фея Феникс. Пока у Юэйяна будет подделка, даже два великих мастера из Небесной области не смогут увидеть его истинные способности. Три парня-чудовища и девушки-монстры ошибочно подумали, что Юэйян и Фея Феникс были малыми врожденными. Они думали, что старая драконья-черепаха, с которой они были знакомы, была их истинным, сильным врагом. Когда три девушки-монстра окружили Юэйяна, все три парня-чудовища подумали, что их будет достаточно, чтобы убить Юэйяна. Особенно, когда Юэйян спрятал свои способности и замахнулся в первом ударе, используя его серп луны, враги просто были полны уверенности, что он проиграет. Неудивительно, что девушка с рогами жука, ушами кролика и змеиным телом была такой высокомерной и смотрела на Юэйяна с презрением. Они все думали, что Юэйян уже стал их добычей в ловушке. Поток вонючей воды внезапно распространился как паутина, превратившись в клетку, заманивая Юэйяна в середину. Юэйян не знал, что это такое, но это было очень странно. Жаль, что ее соперником оказался Юэйян. Первый удар. Фиолетовое пламя охватило тело Юэйяна и поднялось к небу, когда Юэйян подхватил свой магический клинок Хуэйцзинь. Под мощным фиолетовым пламенем Юэйяна сетчатая клетка паутина немедленно сгорела. Его магический клинок Хуэйцзинь также превратился в фиолетовое пламя в форме дракона, который свирепо бросился вперед, словно он был живой. Он мчался прямо к девушке-монстру, которая выпускала жидкость со скоростью, которая была в 10 раз быстрее ее. Эта девушка-монстр жалобно закричала, когда ее нижняя часть тела превратилась в пепел. Ее две обгоревшие ноги упали на землю, а верхняя часть тела сбежала в испуге. Однако в небе ее молча ждал первый удар Юэйяна. Ее разрубило надвое. Мгновенное убийство. Глава 331. Подарок врага. Когда Юэйян убил девушку-монстра с рогом жука, ушами кролика и змеиным телом в один ход, его враги онемели. Особенно те три парня-монстра, которые думали, что старая черепаха была самым сильным противником. Они были совершенно ошарашены. Они знали способности своей подружки и подумать не могли, что она мгновенно погибнет от рук этого молодого человека. У этого мальчишки было божественное оружие. У трех парней-монстров не было времени прийти на помощь, когда Юэйян внезапно бросился в сторону оставшихся двух девушек-монстров. Девушка с конскими копытами, рогами козла и хвостом льва сразу же скрылась. С другой стороны, чудовище с рыбьими чешуйками, крыльями птицы и кошачьими когтями, которая была ближе к Юэйяну, внезапно почувствовала, что ее тело связано по рукам и ногам врагом, и она не может двигаться. Она, которая поняла, что не сможет убежать вовремя, стала безжалостно размахивать когтями. Она резко замахнулась в ударе, что был направлен в голову Юэйяна своими быстрыми когтями, испуская рыбный запах, из-за которого любого потянуло бы блевануть. Похоже, ее кошачьи когти, окрашенные в зеленый цвет, были наполнены ядом, из-за чего они испускали такой запах. Ее когти направлялись в голову Юэйяна. Тем не менее, Юэйян исчез, и когти рассекли воздух. Камни на том месте, где только что был Юэйян, были глубоко порезаны. Я отправлю тебя обратно в ад. Юэйян появился у чудовища со спины, его новый клинок серп луны обрушился в ее голову, словно нож в тафу. С импульсом от кошачьих когтей девушка пыталась атаковать в ответ. А я наблюдая, как ее товарищи убивают одного за другим, девушка с львиным хвостом закричала от испуга, как будто ее душа вылетела из ее тела. Она поспешно полетела к парням-монстрам, надеясь, что она получит их защиту. Трое ее друзей тоже быстро поспешили ей на помощь. Однако перед их глазами появился большой меч, похожий на огромную приливную волну. Они уже почти касались своей подружки, почти успешно спасли ее, но в этот момент луч меча рассек воздух и охватил все ее тело. Когда этот луч меча исчез, трое парней увидели, что их подружка превратилась в бесчисленные куски мяса. ГРР убью, я убью тебя. Один из парней-монстров с руками, похожими на лапы медведя, покраснел от ярости и бросился атаковать Юияна, как сумасшедший. Он хотел порвать Юияна в клочья. Другой монстр, похожий на вампира, крепко удерживал его. Теперь он ясно видел, что человеческий мальчик с этим огромным убийственным намерением не был кем-то, кого можно было бы легкомысленно победить. Даже если они хотят напасть на него, они должны делать это только в определенной ситуации, подготовившись. Импульсивные поступки только усложнят ситуацию. Парень-монстр с золотыми волосами, вроде львиной гривы, птичьими крыльями и с мечом-сокровищем на талии, окинул Юияна убийственным взглядом. Он пристально посмотрел на его лицо. Он наблюдал за убийствами Юияна и в то же время наблюдал за магическим клинком Хуэйцзи, не клинком Серпалуны в его руках. Что касается Юияна, убивающего сразу трех девушек-монстров, то забудем о врагах, даже старая черепаха была удивлена. Обладание способностями и умение убивать врагов – два отдельных вопроса. Даже не распечатывая свои врожденные силы, этот паршивец действительно смог убить своего противника так легко. Кроме того, он убил трех врагов подряд. И дело было не только в его силе. Он был также полон убийственного намерения. Старая черепаха не знала, сколько сильных врагов Юиян убил до сих пор, чтобы иметь такую сильную уверенность в себе и леденящие убийственные намерения. Оценка Юияна старой черепахой немедленно возросла. Теперь ей казалось, что даже сам император тюрьмы не был так силен, как этот парень в свои 20 лет. Император тюрьмы был не просто обычным талантливым воином. Он был существом, которое всегда было первым непревзойденным гением в сердце старой черепахи в течение 6000 лет. Кто еще, кроме него мог сразиться с тремя великими мастерами из Небесной области и запечатать двоих из них? Конечно, в сердце старой черепахи не было никого другого, кроме императора тюрьмы. Что касается безжалостности Юияна и эффективного мгновенного убийства, старая черепаха тайно восхищалась. Если этот мальчик не умрет сегодня, похоже, он сможет пойти по стопам императора тюрьмы в будущем, став доминирующим существом. А все потому, что он был таким же, как император тюрьмы, у него было настоящее сердце воина. Настоящий воин будет безжалостно стремиться к самосовершенствованию. Он будет безжалостно убивать всех своих врагов, чтобы властвовал над всеми. Не думай, что можешь нос задирать только потому, что убил нескольких монстров-гибридов. Мальчик, ты все еще молод. Парень-монстр с золотыми волосами, похожими на гриву льва, посмотрел на Юияна и рассмеялся холодно. Что на самом деле произошло здесь? Разве это место не должно быть кладбищем? Юиян с недоумением спросил фею Феникс. Он не мог понять, почему эти странные чудовища здесь. Настоящие воины Небесной области должны быть мертвы, только их души должны были остаться. В противном случае им было бы невозможно оказаться запечатанными в Божественном Дворце Императора Тюрьмы в то время. Император Тюрьмы отдал свою жизнь и использовал свою максимальную силу воли, чтобы уничтожить все жизни в Божественном Дворце, так что и он и враги, пока они должны были погибнуть. Старая черепаха немного кашлянула и продолжила. У этих людей монстров перед нами есть кровь и плоть, похоже, что они монстры, которых создали, используя секретные искусства. Затем они использовали искусство одержимости или паразитические навыки, чтобы перенести их душу в эти тела. Значит, ты будешь сражаться с живыми чудовищами, а не с их душами. Так выходит, что они всего лишь смеси пород. Когда Юэйян сказал это, три парня монстра сразу уже покраснили от гнева. Они не воины Небесной Области. Похоже, они были потомками воинов Небесной Области и зверями, что овладели телами других зверей. В противном случае, их способности были бы на уровне врожденного и выше. Кроме того, я был бы в состоянии признать их. Старая черепаха кашлянула снова. Юэйян почувствовал, что эти парни слишком слабы. Настоящий воин Небесной Области не был бы убит им так легко, не так ли? Паразитический навык искусства одержимости, реинкарнация. Все это презренные навыки, которые не только значительно уменьшают возможности оригинального пользователя, но также несут с собой проклятие пользователю. В секте Тысячи Гоблинов и Демоническом Дворце были люди, которые использовали эти навыки, но обнаружили, что частота неудач, приводящих к смерти, была чрезвычайно высокой. Была также высокая вероятность того, что они потеряют все свои воспоминания и будут подвергнуты промыванию мозгов зверям. Даже если они изначально были воинами Небесной Области, они, вероятно, забыли прошлое и стали наполовину людьми, наполовину монстрами. Исходя из того, что я вижу они, кажется, живут достаточно хорошо. Ха-ха, они действительно выглядят как толстые личинки, которые счастливо шевелят своими телами в навозе. Фея Феникс по-настоящему возненавидела этих чудовищ. На самом деле, акт одержимости телом или паразитические навыки были крайне презренными методами. Это табу с древних времен. Как только хозяин пытался завладеть телом своего зверя, он немедленно был бы проклят. Помимо смерти от неудачи при исполнении метода, потери воспоминаний, превращения в зверей, уменьшения сил и получения проклятий, было также и проклятие контракта. Независимо от того, становились ли звери одержимыми или паразитами, им никогда не удастся стать контрактными зверями в будущем. Даже зверь-хранитель не был исключением. Внезапно появилось сильное давление. Давление было тяжелым, как гора. Даже Юиян почувствовал удушающее присутствие. Это присутствие могло надавить на него даже на таком большом расстоянии. Могло ли это присутствие быть одним из двух великих мастеров Небесной области? Сердце Юияна слегка задрожало, думая, что с двумя этими мастерами Небесной области действительно будет нелегко справиться. Луч света, похожий на полосу метеора, пронесся по темному небу, спускаясь с небес. До того, как он даже прибыл на Землю, его ци устремилась вниз, как порыв ветра. Порыв ци прошелся более чем в десяти метрах от этих трех монстров, которые были близки к тому, чтобы стать врожденными, сильно подавляя их. Кроме Юияна и Фей Феникс, которые не двигались со своего места, даже старая и слабая черепаха не смогла устоять прямо на дрожащих ногах. Казалось, она может упасть в любой момент. Эта полоса метеора прибыла к ним в мгновение ока, приземлившись прямо перед черепахой. Полоса света мгновенно остановилась, посылая ударные волны по всему окружению, заставляя Землю трястись, как будто произошло землетрясение. Однако движения человека, который пришел, были мягкими и нежными, спокойными и невозмутимыми, когда он оказался в двух метрах от земля перед старой черепахой. Он смотрел на старую черепаху с его более высокой позиции. Это был чрезвычайно красивый человек, и внешне напоминал птицу, которую Юиян убил в небесном зале. Кроме того, он также был зеленой шляпе из лаврового листа. Единственное отличие заключалось в том, что крылья его были золотого цвета, что ярко светился. Кругом появилось невидимое давление, которое подавляло других так, что даже сделало их силу воли слабее. Удручающее давление вынуждало других поклониться этому давлению. Конечно, такого рода давление Ци ничего не значило для Юияна. Помимо чувства, что этот парень был претенциозным, Юиян не чувствовал себя ничуть не хуже его. Как мог избранный парень из другого мира уступить в чем-то этому пернатому? Ну и шутка. Юиян Лун, мой дорогой друг, давно не виделись. Пожалуйста, простите этих детей за то, что они такие неразумные, мы ничего не можем с этим поделать, в нашем доме просто уже очень давно не было гостей. Вот почему мои дети поступили немного безрассудно. Вообще-то, я должен вас представить. Это Аньгэ, он мой старый друг, просто его немного подводит воспоминания. Красивая птица любезно поклонилась старой черепахе приветствием врожденных и указала на лидера парней монстров, объяснив, что они все старые друзья. В конце концов, он даже улыбнулся Юияну и Фея Феникс. Он особенно долго смотрел на лицо Фея Феникс, так что в его глазах появилось какое-то жадное желание. Однако он быстро спрятал его под улыбкой. Вы на самом деле живы? Увидев посетителя, старая черепаха была в шоке. Этот человек не гибрид между человеком и зверем, как он мог остаться в живых. Юиян тоже был слегка удивлен. Маленький друг, если ты знал бы, что в небесной области есть вещь, называемая Кристаллом Воскресения, ты не удивился бы. Я признаю, что пространственное разрушение Императора Тюрьмы в свое время было чрезвычайно страшным, но я не сразу умер. Я сбежал со своим разрушенным телом в пространство своего гримуара, и после долгого периода выздоровления, с помощью силы Кристалла Воскрешения, мои раны были окончательно излечены. Кроме того, я также улучшился. Жаль, что ограничение Императора Тюрьмы все еще присутствует, так что пространственное разрушение и сила воли Императора все еще продолжают наносить вред моему телу. Мне очень жаль, Юань Лун, хотя я приветствую моего старого друга, я не могу долго оставаться в Божественном Дворце. Кроме того, мне не нравится это проклятое место. Чтобы выразить мою благосклонность, я подарю вам несколько подарков. Красивая птица выпустила слепительный свет, похожий на блеск солнца, когда его гримуар засиял, и он вызывал бесчисленные иллюзии, которые были в точности похожи на него. Иллюзии переместились как одна, одновременно нападая на Юияна, Фею Феникс и Старую Черепаху. Глава 332 Хорошее шоу только начинается Юиян и Фея Феникс решили уклониться от атак. Они немедленно исчезли, телепортировавшись на 30 метров, уклоняясь от натиска мечей. Старая Черепаха оперлась на свой посох и пробормотала что-то про себя. Черный свет засиял от ее тела. Черный свет быстро распространился и превратился в гигантскую клетку света в форме Черепахи. Таинственные руны появились на этой клетке. Юиян узнал среди этих небесных рун руну оборона. Похоже, что Старая Черепаха готовилась к встрече атак иллюзий лоб в лоб. Иллюзии подняли свои мечи и со всей силы атаковали защитный щит в виде Черепахи. Бум! Все небо и земля задрожали. Большинство ударов мечей были отклонены защитным щитом в виде Черепахи и отправлены в небо выше. Небольшое количество ударов мечей было отброшено в землю, уничтожая камни и превращая их в грязь и пепел. Однако защитный щит Черепахи не сдвинулся ни на дюйм. Под мощным шквалом атак, способной сотрясать все небо и землю, старое дрогнувшее, шатающееся, слабое тело Старой Черепахи было совершенно не ранено. Юиян тайно похвалил его. Не удивительно, что этот человек был Старой Драконьей Черепахой, которая прожила 6000 лет. Его защита была действительно сильной. Юиян почувствовал, что этот защитный щит в форме Черепахи был сильнее защитного щита Золотого Гримуара. Это был защитный щит Старой Черепахи, который он создал после тяжелого ранения. Если бы он призвал свой защитный щит в своем пиковом состоянии, кроме Фея Феникс, как исключительного врожденного, никакой другой врожденный не смог бы сразиться с ним. Юиян Лун, ваша Черепаха все еще сильна. Я думал, что вы больше не сможете принять мою простую атаку после того, как стали таким старым и дряхлым. Я немного расстроен. Я никогда не думал, что мой старый друг все тот же. Хотя вы уже на пороге смерти, ваша Черепаха все еще очень крепка, ха-ха. Прекрасная птица снова взглянула на Фею Феникс и Юияна. Маленький друг, а ты не быстрый бегун. Все, что у нас есть, это время, и я поиграю с вами, как только вы попадете в первый зал. Я позволю, Аньга, развлекать вас, а мое время истекло. Прошу меня извинить, мне нужно отдохнуть. Мелкий золотой свет, излучаемый красивым телом птицы, медленно рассеивался. Там, где защита золотого света была самой слабой, в его ногах он становился немного черным. Похоже, что сила воли императора тюрьмы и его разрушительная способность по-прежнему были эффективны. Юиян готовился перехватить и убить этого надменного парня на месте, но Фея Феникс бросила на него взгляд, сигнализируя, что он должен отпустить его, чтобы он мог доложить обо всем своим боссам. Таким образом, они смогут запутать больше воинов Небесной области. Если бы они убили его на месте, их враги, вероятно, мобилизовали бы все свои силы, чтобы убить их. В божественном дворце императора тюрьмы их ждали непредвиденные обстоятельства. Так как они еще не поняли, что же именно было не так, им было бы не к месту раскрывать свои истинные сильные стороны. Старая черепаха медленно кашлянул. Он ничего не сказал, но выражение его лица показало, что он согласен с планами Фея Феникс. Шесть тысяч лет прошло. В императорском дворце произошли изменения, о которых даже старая черепаха не знал. Он не знал эффективен ли все еще божественный посох императора и божественная печать. Если они оба потеряли бы свою эффективность, два великих мастера Небесной области могли бы свободно перемещаться. Тогда загнать их в засаду будет в десять раз сложнее, чем они ожидали. Хотя он и не считал Фею Феникс своим товарищем, он все же согласился с ее планом скрытия своих способностей в данный момент, потому что это было необходимо сделать. Сам же старая черепаха тоже не проявил свою полную силу. Красивая птица вежливо поклонилась старой черепахе и превратилась в золотой свет, улетающий обратно на Небесный остров. В то же время около десяти серебряных звезд упало на Землю. Все они были гибридами человека и зверя. С помощью божественного видения божественных глаз Юэйян смог разглядеть, что ни один из этих гибридов не был воином Небесной области, которые скрывали свои сильные стороны. Самым сильным был лидер Аньгэ, у которого были золотые волосы, напоминающие гриву льва. Кроме лидера Аньгэ, который был врожденным один гоуровня, ни один из других монстров не был врожденным. Самые слабые девушки-монстры были так же сильны, как старейшина 6го уровня в лучшем случае. Столкнувшись с кучей гибридов, чья сила была только на уровне сверхлорда, Юэйян потерял весь интерес сражаться с ними. Фея Феникс тоже слегка покачала головой. Ей было слишком лениво нападать на них. Старая черепаха, не торопитесь сражаться с ними в одиночку. Мы отправимся в первый зал, чтобы осмотреться. Юэйян на самом деле хотел бы позволить хозяйке города Лохуа или принцессе Цань-Цань получить в это время боевой опыт, но непредвиденные обстоятельства в Божественном Дворце Императора Тюрьмы разжигали его любопытство. Он хотел знать, что на самом деле произошло. Два великих мастера Небесной Области все еще живы? Вырвались ли они из-под власти печати? Эффективны ли все еще Божественный Посох и Божественная Печать? Важнейший момент заключался в том, имел ли этот Божественный Дворец Императора Тюрьмы возможность запечатывать своих врагов? Шесть тысяч лет прошло, возможно, их враги нашли выход. Изначально, согласно словам Старой Черепахи, это место должно быть кладбищем запечатанных существ. Два великих мастера Небесной Области никогда не обретут свободу, если не завладеют Божественным Посохом или Божественной Печатью и не сломают печать. Согласно первоначальному плану, если они смогли бы уничтожили этих воинов Небесной Области, которым удалось сломать печать, все еще существовала высокая вероятность приобретения Божественного Посоха. Тем не менее, нынешние изменения в ситуации также выходили за рамки ожиданий Старой Черепахи. В случае, если Божественный Посох и Божественная Печать потеряли свою силу, два великих мастера Небесной Области смогут свободно перемещаться. Это увеличило бы трудность этого квеста, по крайней мере, в 10 раз. Фея Феникс прошептала несколько слов Юияну. Затем она превратилась во вспышку света и полетела прямо к небу. Ее скорость была слишком высокой, гибриды не смогли ее остановить. Юиян последовал ее примеру. Он решил медленно и неуклонно двигаться вперед по маленькой дорожке на горе, которая была естественным оплотом против летающих врагов. Пять гибридов быстро бросились преследовать Юияна, но его навыки побега были слишком сильными и таинственными. Несмотря на то, что пять гибридов пытались остановить его изо всех сил, они не могли коснуться даже края одежды Юияна. Не преследуйте его, он все равно умрет. Золотоволосый лидер Аньго махнул рукой и дал знак своим пяти подчиненным вернуться. Давайте разорвем эту старую черепаху в клочья. Рев. Все гибриды проявили всю свою силу, острые когти, гигантский удар кулаком, железную ладонь, змеиный хвост, зубы волка, рог жука и другие виды нападений, чтобы атаковать защитный экран. Старая черепаха молчала, бормоча себе под нос, сохраняя силу защитного щита. Он защищался, а не атаковал. Хотя на него нападало более десяти гибридов, защита щита была слишком сильной. Гибриды атаковали, пока не исчерпали все силы, так что задыхались, но сила защитного щита ничуть не уменьшилась. Золотоволосый лидер продолжал наблюдать за старой черепахой и понял, что со временем его тело стало дрожать все сильнее, словно он вот-вот упадет на землю. Аньго немедленно восстановил свою уверенность и громко крикнул. Этот парень долго не продержится, продолжайте атаку. Юиян, которому никто не чинил препятствий, далеко пробежал по тропе прямиком к небесному острову. На небесном острове были четыре столба, что поднимались высоко к небу, поддерживая второй меньший остров. Похоже, второй и третий зал были расположены выше. Между колоннами был огромный, величественный дворец. Шесть тысяч лет прошло. Хотя освещение полностью разрушилось, ограды все еще были там. Среди умирающих плантаций и полной темноты атмосфера была чрезвычайно печальной и мрачной. Было действительно удивительно думать о том, как герой, называемый императором тюрьмы, построил этот дворец. Его уважали во всем мире, и ему самому удалось похоронить воинов Небесной области в этом месте. Однако прошло шесть тысяч лет, и никто в мире уже не знал о великой битве между императором тюрьмы и тремя великими мастерами Небесной области. О них ничего не было даже в книгах по истории. Прямо сейчас, идя в этот несравненно величественный божественный дворец, Юиян был очень благодарен. На самом деле время – самый большой враг сильных воинов. Никто кроме бессмертных не мог избежать смерти от времени. Каким бы сильным ни было существо, с течением времени оно терялось бы в потоке времени. Если воин не был бессмертным, кто бы его помнил шесть тысяч лет спустя? Юиян вдруг подумал, что он никогда не думал раньше о бессмертии. Неважно, шла ли речь о сотни лет, тысячи лет или десяти тысячах лет, время ценно. Хотя все захватывающие в жизни происходят в процессе, они есть результат. Если бы он мог обладать бессмертием и имел неограниченную жизнь, разве он не смог бы испытать больше радостей жизни? Если бы у него была такая возможность, он непременно жаждал бы бессмертия. Более того, он не только стремился бы к бессмертию для себя. Он также отдал бы его своей возлюбленной, чтобы они могли быть вместе навсегда. Он никогда не позволил бы времени победить, он определенно не позволил бы своим потомкам выражать ему уважение на кладбище. Хоть он и уважал императора тюрьмы, который был похоронен в этом божественном дворце императора тюрьмы, он определенно не допустил бы такой участи для себя. Юиян был погружен в свои мысли. И тут по обе стороны от него внезапно появились две фигуры. Одна из них хмыкнула хриплым голосом. Шафы вернулся и сказал, что появились странные мужчина и женщина, которые мешают ему чувствовать себя в безопасности. Оказывается, что этот совсем бестолковый. Посмотрите на него, этот парень слишком напуган, чтобы двигаться. Он на самом деле замечтался, когда его враг прямо перед ним. Если бы я знал раньше, я бы пошел сначала убить женщину. Эта женщина, кажется, была очень хороша, она стала бы хорошей игрушкой. Значит, ту птицу звали Шафы. Эх, забудь об этом, его имя не важно. Юиян достал своего белого нефритового жука, и дворец сразу же наполнился ясным светом. Медленно, свет осветил весь зал дворца, который изначально был темным. Я ненавижу свет. Несколько фигур скрючилось. Одна из фигур, обладавших отвратительным телом, даже застонала от боли. Хотя мы не можем поглотить такой свет немедленно, если мы немного его модифицируем, он был бы полезен для исцеления наших тел. Это хороший материал, я хочу его. Сказала фигура с хриплым голосом, чья верхняя часть тела была похожа на короля демонов, но Юиян раньше видел много типов демонов-королей. У этого парня было сосредоточение энергии в теле, что было всего на 2 метра в высоту. Его верхняя часть тела была похожа на плоти кровь, но его талия и все, что ниже, было густым дымом. Несмотря на то, что он потерял свое первоначальное тело, новое тело, которое он создал с нуля, было еще неполным и его сила была значительно уменьшена. Этот демон все еще обладал силой врожденного 5го уровня. Когда он появился, внутри большого зала, на надгробной плите в форме хрустального столба сразу же загорелась руна. Рунический узор на надгробе быстро вспыхнул. Медленно этот рунический круг завращался, как будто это было живое существо. Демон с хриплым голосом взвыл от боли, когда густой дым под его талией рассеялся в воздухе, словно его тянула невидимая сила. Юиян подтвердил, что печать божественного дворца все еще эффективна. Более того, ее сила была такой же могучей, как прежде. Хотя войны Небесной области использовали различные секретные методы, чтобы проснуться от их вечной дремоты и избежать печати, они могли только скрыть свои тела и обмануть императорскую печать. Однако, как только их тела были обнаружены, они немедленно были бы ограничены силой печати. Эта новость была очень хорошей для Юияна, который уже начал атаку на божественный дворец императора тюрьмы. До сих пор не получается. Черт бы побрал эту волю императора и его печать. Это действительно отвратительно, я ненавижу людей. Человек, не будь таким самонадеянным. Хотя у меня всего три минуты, мне нужно всего десять секунд, чтобы убить тебя, идиот. Подходи и умри. Хриплый голос демона нагло указал на Юияна, холодно высмеивая его и выпуская ци. Его взрывающаяся ци потрясла весь божественный дворец. Эй, эй, не волнуйся. Мы не хотим пострадать из-за тебя, слишком не двигай эти круги печати. Несколько теней запротестовали одна за другой. Не волнуйтесь, я закончу эту битву одним движением. Демон с хриплым голосом был полон уверенности. Ты думаешь, что ты ультра-человек? Через три минуты, кроме доказательств того, что ты ни на что не годишься, сможешь ли ты составить что-нибудь еще? Юиян бесстыдно пожал плечами. Умри. Взбесился хрипящий демон. Его острые когти пронзили воздух и направлялись прямо в голову Юияна. Даже пространство, казалось, было разорвано его когтями. Когда товарищи демона увидели это, они начали злобно смеяться над Юиним. Они были полны уверенности, что этот малый врожденный, маленький человеческий мальчик обязательно умрет. Как он мог пережить атаку врожденного 5го уровня? Ответ был один, он определенно не мог. Раздался громкий взрыв. Пять пятиметровых меток когтей появились на каменной плите божественного дворца императора тюрьмы, и осколки камней разнесло по окрестностям. Шестисотлетний камень, разбросанный по всему свету, заполнял божественный дворец. Он оседал еще очень долго. Достаточно гуя, как долго ты еще будешь позировать? Увидев, что их товарищ не двигался после удара когтями, все его товарищи поняли, что этот парень любит хвастаться. Он только то убил малого врожденного человечка. Зачем так хвастаться этим? Ты так долго не убивали человека, что решил насладиться волнением после убийства. Кайф ловишь? Фигура, которая выглядела отвратительно, начала смеяться над своим товарищем. Бум. Обладатель хриплого голоса не ответил, он просто упал на пол. Его голова откатилась на 10 метров, как мяч, и покатилась к ноге. Ю и Ян, ярко улыбаясь, как солнце, наступил на голову демона, чьи глаза по-прежнему оставались наполненными обидой. Тени с трудом верили в то, что они видели, как выжил этот маленький человечек и еще после этого убил их товарища. Это было невозможно. Хотя их товарищ еще не восстановил свою истинную силу, он уже был врожденным 5го уровня. Как он мог быть мгновенно убит малым врожденным человеком? Кто поверит в это, что тут произошло на самом деле? Какая сила убила их товарища? Не давая теням возможности разобраться, что происходит, круги рун на хрустальном столбе начали светиться еще ярче. Вспышка света превратилась уже в белый вихрь света. Голова и тело демона были втянуты в белый вихрь света и превратились в черный дым, поглощенный хрустальным столбом. Через 30 секунд ничего не осталось, кроме черной жемчужины, на которую Юиян наступил, как будто демон с хриплым голосом никогда и не существовал раньше. Его товарищи, эти несколько теней, начали паниковать. Голос отвратительной тени был переполнен испугом, когда он закричал. Мы обречены, он не запечатан, это настоящая смерть. Проклятье, у этого гребаного человека есть душа, разрушающая способности. Душа Гуя была уничтожена, вы видели? Этого не будет, я не буду сражаться с врагом, который обладает способностью уничтожать души. Я не хочу, я только что сбежал от печати после стольких мучений. Я не хочу, чтобы меня убили. Успокойся, что здесь произошло? Красивая птица по имени Шафы расправила свои золотые крылья и спустила с неба. Это все из-за тебя, Шафы. В твоем докладе была ошибка. Этот человеческий мальчик обладает способностью уничтожать душу. Он также страшен, как судья, который несет ответственность за суд на небесах. Ты заставил Гуя умереть, он был убит в одно мгновение. Отчаянная тень завывала яростно и ужасающе. Что? Красивая птица по имени Шафы недоверчивыми взглядами уставился на Юэяна. Как мог малый врожденный убить врожденного 5го уровня в одно мгновение? Хорошее шоу только начинается. Юэян поднял черную жемчужину, что была под ногами, и убрал ее в свое кольцо лича. На его лице появилась улыбка, такая же теплая, как весна. Однако, когда его враги увидели ее, они не могли не почувствовать, что их обдало леденящим холодом. Глава 333.